Мы видели Центр Голографической Матрицы, исследование возможностей сознания человека, это уже где-то около 10 лет. И первое время мы проводили исследование, ну будем говорить так, просто исследование, и вот эту информацию не принесли в народ. Потому что нас вектор спрашивает, а как давно вы работаете? Для нас это новое. Для нас это не новое, потому что мы работаем давно. Исследование голографической матрицы, оно что дает? Оно дает нам возможность выйти на первую причину, отчего, отчего с нами что-то происходит. Почему именно так складываются события в нашей жизни? Почему именно такие люди притягиваются к нам? Почему все время, например, вот мы знаем, что все время даже одинаковые какие-то события, повторения событий каких-то идут? Почему? И, кстати говоря, уже многие даже замечают, может быть, кто-то и не задумывался, но если начинают уже задумываться, задумываться, говорят так, в народе такая поговорка есть, что дети повторяют судьбу родителей. И кто-то не задумывается, вроде слышали и слышали, но если они начнут, знаете, вот раскладывать, как мы говорим, вот события в своей жизни, они начнут точно видеть, что действительно вот такие моменты были у мамы, такие моменты в нашей семье были, такие моменты, такие события были в родословной, допустим, это бабушка, дедушка. И вот когда к нам на диагностику приходят, и мы начинаем, как говорится, вот эту вот матрицу всю расшифровывать, начиная с сегодняшнего дня, с детей, с внуков, и, скажем так, выходят прошлые какие-то связи родословные, и мы видим, как все вот так вот оно приобретено и взаимосвязано. И самое главное, хорошо, мы, допустим, увидели, да, в чем первопричина, откуда тянутся вот эти вот ниточки, но всегда человек спрашивает, а что с этим делать? И вот когда не было возможности нам ответить, что с этим делать, каким образом нужно убрать какую-то информацию, какие-то повторяющиеся события в нашей жизни, которые вибрационно притягивают такое же. И получается тогда так, мы загружаем человека, да, он и так был загружен проблемами, а тут еще и узнал, от чего они, и говорит, что теперь делать, и, оказывается, ничего нельзя сделать. И, конечно, кроме того, что мы искали первую причину, выходили на первую причину, нас интересовало вопрос, что с этим делать, потому что у нас такая же родословная, да, мы тоже видим, что у нас пулинии, там, родители шли не очень хорошие программы, не следственные. И в тот момент, когда вот в течение многих лет таких исследований, очень много у нас личных разработок, перепробовали, как говорили, да, тестировали, проводили исследования по разным каким-то приборам, устройствам, но все время, да, где-то что-то чуть-чуть помогало, где-то что-то вроде в человеке сбегалось, но по большому счету вот в жизни, по большому счету именно в событиях, в состоянии внутри, мало что менялось. Ну, можно уровне физики что-то помогало, как уровне здоровья. То есть в течение многих лет мы искали возможности, как можно гармонизировать, скажем так, нашу матрицу голографическую, как можно гармонизировать пространство свое, чтобы все-таки в нашей жизни, наша жизнь нам приносила больше радостных событий, чем вот каких-то негативных. Как раз вот о чем мы говорили, да, как мы живем, какие события мы притягиваем. И все в нашей жизни, опять же, на основе наших исследований, в нашей жизни все зависит от того, в каком информационном пространстве мы с вами живем. Вот все в жизни очень просто. Информационное пространство, которое нас окружает, это наше личное пространство, то есть это мы говорим голографическая матрица, и я вам уже показывала, да, кто-то видел. Это, допустим, вот такая вот. Видите? Объемная структура, которая нас окружает. Это голографическая матрица человека. В ней записана вся наша история, начиная с рождения и до сегодняшнего дня. Как я говорю, для вас это просто кривая, да, для вас это просто рисунок какой-то. Для меня это огромный объем информации. И, естественно, нужно уметь расшифровать эту матрицу. Что же здесь зашифровано такого, то, что можно, допустим, по одной вот такой матрице одного человека, как у него на семье, не обязательно всем идти. Пришел кто-то один из семьи, можно все сказать, что у них там у мамы, у бабы, у бабушки, у дедушки, у братьев, у сестер. Все это можно по одному человеку определить. Можно сказать, что у детей, можно сказать, что у внуков, да, как это произойдет. Можно выйти на первопричины, из-за чего, почему что-то происходит в жизни. На первопричине болезни. Можно через эту матрицу выйти на, опять же, первопричины, почему такие события происходят. То есть выйти на первопричины и прогнозировать, что же можно, как мы говорим, ожидать от жизни. Что может происходить в нашей жизни, что хорошего. Вот как раз вот у каждого человека индивидуальная матрица у каждого человека. Да, искажения не могут быть похожими. Но все, вы понимаете, сколько может за 10 лет, сколько тысяч людей прошло через диагностирование. И ни одной похожей судьбы, ни одного похожего человека, чуть-чуть, да, похожие матрицы. Но у каждого своя история. И у каждого свои какие-то проблемы и первопричины. Поэтому, занимаясь расшифровкой, вот именно голографической матрицы, мы можем сказать, почему. На любой вопрос ответить. А далее, если мы, ну, мы говорим так, если брак обнаружен, или если есть яд, значит, есть противоядие, конечно. То есть, нет такого, чтобы нельзя было решить какой-то вопрос. Конечно, мы понимаем, есть пограничные какие-то состояния, когда уже что-то произошло, да, факт. Как можно это изменить? Ну, можно будет корректировать. Или, допустим, по здоровью, когда уже критическая масса, и там серьезные изменения, мы понимаем, что уже, как говорится сам, все во власти Бога, да, или Творца. И уже ничего нельзя сделать. Бывают, конечно, такие моменты. Но, если все-таки мы имеем какой-то, любой человек имеет какой-то шанс. И, как бы, все зависит от нас. Так вот, матрица, голографическая матрица, она нам может показать. Отчего, почему. Вот здесь, если мы смотрим, синенькая вот эта вот линия, внешняя вокруг человека, это графическое изображение информационной оболочины. То есть у нас есть, ну, объемная матрица, это все содержит, всю информацию в себе. У нас есть энергетическое тело, как мы говорим, или называют это ауто, биополе. У нас это называется электромагнитное поле человека. Также клетка, каждая у нас имеет свое такое же поле. Земля наша тоже имеет электромагнитное поле. То есть все, во всем, да, отображение имеет. Но это энергетическая составляющая. А самая тонкая, скажем так, самая невидимая, это и термичная оболочка, это информационная. И вот здесь она выглядит в виде вот этой синеления. Мы можем вот так вот с разных сторон ее покрутить. И под каждым градусом, вот здесь внизу, мы видим процент отклонения. То есть все вот эти вмятинки вовнутрь, такие деформации, которые, это информация, которая пришла извне. То есть это не мысли человек, это его состояние, настроение. Это именно внешняя информация. Эта информация имеет именно собой характер, как мы говорим. То есть информация разрушительного характера. Информация, которая создает уже далее закрутку в боевую структуру, то есть энергию человека, его энергетической структуры, против часовой стилизации. То есть это воронье так называемое. Что дает эта разрушительная информация? То есть это мысли, это слова, это эмоции наши. То есть это создает у нас стороннюю воронку. В природе мы тоже можем такое отображение найти. Например, смерчи. Видели, наверное, про телевизору показывают? Как вращается он? Розви, часовые, вот как юла, вот так вот запручивается, и все крушит на своем пути. Вот точно так же информация, которая приходит в наше поле разрушительное, она так называемый смерть такой, да, маленький, создает внутри нашей оболочки. И у нас идет разрушение. Разрушение может быть, если такое, допустим, нарушение в полевой структуре на уровне, допустим, сердечного центра, а он отключается от взаимоотношений, оно тогда и в органы, и системы, естественно, и плюс взаимоотношения между людьми, то тогда начинает разрушаться отношение у человека. Если такое, вот как здесь я показываю, видите, у него очень в районе горлового центра, вот она, воронка такая, и с этой стороны создается, значит, этот центр отвечает на иммунная система, вилочковая железа, здесь и щитовидка у нас, да, если идет уплотнение поля, значит, сжатие поля, значит, происходит у нас что? Нарушение кровообращения сразу же. Раз не поступает кровь, значит, что тело наше, или, скажем, клетки, да, или ткань какая-то, она начинает сжиматься, разжимается, значит, что образуется уплотнение. Таким образом, образуются геоны, женщина и мужчина геномы, допустим, это любые взыки в щитовидной железе, это таким образом образуются песочи, камни. И вот если еще, кроме того, в горловом центре, вот здесь видите, блок такой, как с двух сторон, такие воронки создались, это еще что? На чем это имеет отражение? Это центр, крича, в связи с нижним миром, через него идет, это реализация потенциала человека, это речевая сгонка. И вот представьте, человек все правильно говорит, очень много знает, начитан, умный профессионал, и он говорит, его слова должны дать пространство другому человеку, а здесь идет что? Сжатие. То есть энергия слов, да, в минус достаточно не включается, и остается в длинное поле. Таким образом, как говорят, как об стену голову, это надо здесь и так сказать, повторить. Но самое главное, это не только то, что мы говорим, разницы нет, либо вы говорите, либо вы даете какую-то информацию на бумажном носителе. Это какие-то, может быть, документы, где-то подписаться, куда-то что-то, может быть, заигрение какое-то принести. Вот я сейчас рассказываю, да, вы можете так проанализировать сразу, как у вас в этом процессе, да, что произойдет. То есть могут, скажем так, не иметь кода документы, потому что энергетика у них слабая, разрушительная, и люди просто этого не замечают. А мы с вами напрягаемся, да, вот он такой вот сикой, сидят там эти чиновники и так далее. То есть лишнее нам нервное напряжение. Но кроме всего, это еще и центр, который отвечает за реализацию потенциала человека. То есть это работа, это карьера у взрослых людей, у детей, да, в учебах, как ребенок, всегда вот в проекте, в учебе, так сказать, талантно. И если вот здесь, представляете, воротка такая, то есть нехватка энергии, а мы реализуем себя, свои знания через этот экзамен, у человека очень трудная реализация, его цели, его планы, его идеи. То есть человеку нужно работать с усилием, чтобы чего-то достичь. И вот такие исхажения в полевой структуре, ну, я и в другую, продолжаю, на каком уровне их может, на разном уровне такие вот развивы будут в полевой структуре, но все остальное средство. Как мы провалим? То есть это наше личное пространство, и личное пространство, но его могут нарушать. Первый источник, откуда мы вот такие информации, то есть разрушительная информация, это то, что переходит нам в город основной, от родителей, от бабушек, от девушек. И второй источник такой информации, негативно-разрушительной, это, как мы говорим, принесенные программы от других людей. Ну, кому-то мы хорошие, для кого-то мы плохие, поэтому вот то, что в наше поле проявляет, приходит какая-то информация от других людей, это все деформирует. Ну, негативная информация деформирует оболочку. Если многие в наш ад вздумают хорошо, с благодарностью, с радостью, да, говорят о нас, и добрым словом вспоминают, значит, вот эта позитивная информация, она нам дает дополнительный поток энергии. Если идет разрушительная информация, естественно, мы эту энергию теряем, она разрушает наше тело. Поэтому вот такие вот деформации в полевой структуре или в голографической матрице создается именно за счет информации, потому что в мире, во Вселенной информация всегда первична, энергия вторична. От качества информации зависит качество и количество энергии, а далее качество материи, то есть физического нашего тела. Поэтому здесь мы можем посмотреть и увидеть, в каком состоянии, допустим, был человек. Вот здесь вот я показываю это состояние, мы смотрим эфирного тела. То есть что-то можно увидеть на уровне матрицы здесь, что-то можно увидеть через информационное поле, что-то можно увидеть через эфирное поле. То есть в каждом случае, да, специалист делает расшифровку. Вот. Это, допустим, я показываю как пример, это вот у человека, даже не вижу, поменя какая. То есть вот это вот было, например. Потом начали работать, скажем так, по сравнению деформации этого тела и посмотрим, как это стало. То есть вот первая диагностика была, даже старая диагностика прошлого года, 22-го, 12-го, 2013-го, и 30-е, это получается 5 месяцев прошло, да. Вот красный, розовым это было, первичное, синим это стало. То есть мы можем таким образом увидеть. Видим, да, что существенные изменения. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, даже по центрам энергетическим здесь вот показаны центры, то есть это уже внутренняя энергия, которая связана с нашим здоровьем, отвечает. Каждый центр расположен в определенной зоне, и отвечает за определенные органы системы и связь внешних мер. В норме у детей количество энергии, наполняющих центров, должно быть 120-130% повышенный потенциал, у среднего возраста будет приток, а в 50 это где-то 100% это считается нормой. Вот здесь мы видим, что по некоторым центрам уже идет птичка энергии. Нехватка, видите, вот здесь 76-90, вот это состояние было. Потом человек использовал наши технологии, и мы вот так сравнительно можем посмотреть. То есть уже увидели, что какие изменения. О чем это говорит? Это говорит, что то, так как если мы понимаем, вот как мы видим, саму суть происходящих процессов, и мы понимаем, что все зависит от той информации, которая нас окружает, то есть информация, которая в нашем пространстве, в нашей матрице, это самое главное значение. Ну и далее, это информационное поле, как общее такое поле, да, пространство, в котором мы живем. Ну, в первую очередь, это что? Это наша семья, это наш дом, это наше жилище, это наше место работы, это туда те места, куда мы любим ходить, либо не любим ходить, но приходится. Вот. Это тоже влияет, скажем так, та информация, которая негативная, имеется в окружающем пространстве. Если в нашей подовой структуре такая информация есть, то подобное будет притягиваться к нам, еще больше разрушать нашу структуру. Ну, как это говорят, рыбак, рыбак видит издалека. Здесь вот еще по нашим наблюдениям, скажем так, по нашей статистике. я просто хочу привести какой-нибудь. Вот, да. Значит, вот смотрите, видите, вот здесь идет такая информация поля на уровне сердечного центра, в нем грудной отдел послоночника, такой острый угол. Вот как раз такие острые уголочки, как информация поля в этой области, это как следствие провоцирует такие проблемы, как остеохондроз грудного отдела послоночника, это межлюберная неправдения. И когда мы говорим, что у человека, допустим, межлюберная неправдения была, потом полечили, потом заглушили этот процесс. Но потом вдруг опять в поле почувствовали, что-то вот, что-то вот бескомфорт какой-то. Что это значит? Это значит так, мы говорим, значит, какая информация ваше поле прилетело и углубило этот уголочек, то есть усугубилась эта проблема, значит, где-то зажарится нерготопчание в позвоночнике. То есть был какой-то энергоинформационный удар, не знаю, как еще сказать. Вот. И здесь тоже, видите, если мы там посмотрим, тоже грудной отдел, поскольку грудной отдел, четвертый центр, чакра анахата, как называется, идет сдавленное поле, то есть сжато поле. Вот это как раз такое сдавливание, чем оно глубже, это является, например, первопричинами инфаркта, шимическая болезнь, сердце, устрая сердечная недостаточность. ну, смещение центра может давать альтмини, и дохипардию. У каждого человека, скажем так, в его случае конкретно. так вот, этот центр, он не только отвечает за сердце, бронхи, юрки, грудные железы, если однозначно, у человека матрица в этом месте сжата, это, как правило, проблемы с этими органами могут быть, в том числе, там, у женщины, у нас спотея, например, может за счет этого образовываться. Но этот центр, связь с внешним миром, через этот центр, это взаимоотношения между людьми, между родителями и детьми, между родственниками, между коллегами, ну, скажем так, вот между, вообще между людьми. Но самое главное, этот центр отвечает за чувства между мужчиной и женщиной. Есть ли гармония в отношениях? Есть ли, знаете, как в мультике, да, Виня Бук писал, желаю счастья в личной жизни Бога, да, и здесь есть ли счастье в личной жизни? Счастливый ли брак? Счастливые ли отношения? Потому что, когда можно жить в браке, ну, как в чужей люди? То есть, вот именно состояние, в этом центре зависит. И что происходит иногда? Просто люди практически не задумывались. Очень много различных курсов, очень много различных книг по поводу, скажем так, как быть счастливой в этой жизни, да, очень много авторов, которые об этом пишут. Но никто не знает, что вот хоть что вы делаете, конечно, позитивное мышление, это однозначно должно быть, но иногда вот следует советам, рекомендациям, что-то не получается. Почему? Потому что, если блог идет по этому центру, это говорит о чем? Сердце закрыто, а вот здесь у нас чувство, здесь у нас душа. И чувство любви, и если блог, это значит, что? Любое чувство любви закрыто. А если оно закрыто, что мы можем притянуть? Нечего притянуть, любовь нечем притянуть. Притянется то, что, ну, знаете, как есть такая проговорка, знаете, божьим, что не божьим, да? И женщина, и мужчина будут всю жизнь терпеть, либо, как некоторые говорят, всю жизнь мотаю нервы, да, и не знаю, что с этим делать, как старый чемодан, и выпросить жалко, да, и везде уже тяжело. Вот так и жизнь будет складываться. И что происходит, даже если такой блок народные отношения, например, с детьми? Почему об этом говорю? Потому что на сегодняшний момент это очень актуальная тема, когда родители, вообще-то, наверное, все время эта тема была актуальной. Не зря мы написали произведение «Отцы и дети», да? Потому что родители и дети не нападают общего языка. Потому что вот на сегодняшний метод, проводя диагностики, тестирование, мы видим, насколько враждебными даже становятся взаимоотношения между родителями детьми. Казалось бы, любят же, все равно, нет, вот почему-то, знаете, как будто коса на камень, да, как некоторые говорят, вплоть до того, чуть ли не до проклятий. А почему это происходит? Потому что если у родителей блок вот такой, то есть этот блок создавал эффективная какая-то информация, которая, например, перешла по родословной и детям, и эта же информация передается по матрице детям, а далее и внукам уже передается. А в информационных полях, если в энергетических полях, или электромагнитных плюс к минусу, а в информационных полях плюс к плюсу, минус к минусу. Ну, опять же, какая-то поговорка. Бабка, пока идет издалека, скажи, кто твой друг, или я скажу, кто ты. Действительно, здесь идет по подобию притягиваться. И, значит, если передались минусы от папы и мамы, эти минусы передались детям, то что происходит, когда они вместе, минусы родителей и минусы детей, что происходит? Усиление, а значит, минус к минусу резонанс. А резонанс это такое усиление, это вот в законах физики, когда говорят, в школе еще, наверное, физики читали, курс физики, написано, что команду дают солдатам, если они не идут по мосту, что вот это. Да, шакра, сбивать шаг. Почему? Потому что, если в один шаг в ритме, идет такое наложение резонанса, что мост может дурнуть, хотя они могут просто так прыгать на эту мосту, бегать и не ругнуть. Но если от шага, то может вот эта волна наложения будет такая, что будет идти разрушение. Вот то же самое здесь. Есть негативные программы, перечли от родителей и детям, и возникает резонанс. Почему они начинают, скажем так, искрыли их между ними? Потому что усиление минусов и там, и там, приводит вот к этим моментам. Вот. В основе этого, когда, допустим, я смотрю, что много все-таки молодежи, чтобы вы понимали и знали, что происходит, ну и просто даже детям с ним, чтобы вы понимали и разъясняли эти моменты детям. Когда идет блокировка по сердечному центру, как, например, любовь закрыта, что происходит вообще, когда, например, являются мужчина и женщина? Как о себе, мы говорим, да, мужская и женская, идет притяжение по энергетике. Плюс к минусу. Это энергия, энергетические. Это эмоциями, там, это чувствами. Но у нас же первичная какая оболочка? Самая тонкая. Информационная. Она первичная. Вот между информационной тоненькой оболочкой пространство вокруг нашего тела заполнено энергией. Поэтому, в любом случае, на начальном этапе, как бы мы этого понимали или не понимаем, неважно, идет притяжение по информационной составляющей. и здесь мы тоже говорим, а вы можете посмотреть и увидеть. Проанализируйте личную жизнь, скажем так, своих, родословную, своих там, мужей. Или если дети уже замужем, своих вот, вот, смехов там, мужа там. И вы увидите очень много общего. Очень много общего после любви, после любви, после любви, какие-то моменты. и то же самое получается, что представьте, вот поженились, вроде все хорошо, убили друг друга, энергетические чувства не притянулись. И со временем начинают отношения разрушаться. Претензии к друг другу, ты такой, а ты так далее, да? Что это значит? Кто? Я здесь, моя душа здесь? Или это все-таки программа вот этих, по роду, которые пришли? Опять, информация, резонанс, негативная информация отношений, которые были в той семье, и плюс, то же самое здесь. То есть, автословная уже программа тоже начинает срабатывать. Все и начинают идти, скажем так, ругают, скандалы, разгонятся, кто-то ехнет, конечно. То есть, мы говорим о чем? Что всегда все первично в информационном поле. Зависит от того, в каком информационном пространстве живем. Почему я, конечно, так долго рассказывала? Для того, чтобы все-таки понять, с чем работать, как это можно убрать. Потому что, если мы не понимаем, в чем причина, тогда не так осознанно будет, скажем так, идти по решению этого вопроса, не тем может быть путем. Поэтому понимая, что все изначально это находится в нашем информационном пространстве, или в поле, причины все здесь, вот только убирая другопричины и очищая пространство от разрушительной информации, либо эта информация родословная, либо эта информация, принесенная кем-то. Ну, принесенная кем-то, как ее называют еще? Может, чем сказать? Ну, да, в народе так и говорят. Мы говорим, конечно, информация по любой оболочке, там, да, это разного характера это может быть и разной силой, но действительно, это вот в народе это называется так. Поэтому, в первую очередь, если мы хотим что-то изменить в своей жизни, значит, нужно нам очищать или как бы обновлять разрушительную негативную информацию в нашей вот этой тонко-фаленой структуре или как бы в матрице вот этой. Вот и здесь, скажем, вот повторная диагностика, вот как бы я вам показываю, да, то, что было, видите, какие острые углы. Вот такие острые углы это уже серьезные вещи. Ну, это, допустим, когда воздействие изменит ритуального, магического характера, как бы если, например, просто с глаз, как у них здесь, да, тоже фиксируется, это более такие оптикальные уголочки, если это уже серьезные вещи, вот такие глубокие удары. Вот, разрывы, видите, прямо вот здесь вот в спину, да, человеку, если, вот, удар мощнейший. Здесь тоже, вот на уровне гормоного центра. Вот. Мотивы, конечно, у людей разные, почему они это делают, но, к сожалению, мы в таком обществе живем. Как мы говорим, в мозге отключить мы кому-то не можем, рот закрыт мы кому-то не можем, да, заставить мы действовать, как мы не можем, значит, тогда, в первую очередь, что прикроется? Нужно создавать, да, какую-то защиту для себя, чтобы такие программы в мир проникали. и вот здесь тоже интересные такие моменты, когда мы говорим, что нужно быть духовнее, нужно развиваться, да, если вы будете на высоких вибрациях, вас не достанут и так далее. Но мы как раз сталкиваемся еще с тем, что приходят действительно такие люди добрые по своей душе, которые, как они говорят, я не нарушаю закон о совести, и действительно есть люди, которые так и живут. Но почему? У них все равно море болезней, много проблем. Почему? Да потому что человек, это вот внутренняя наша составляющая, это наше сознание, это душа. А ее окружает, хотим или не хотим, вот эта вот приволочка. То есть иногда, может быть, так человек по сути сам, действительно добрый, духовный уже, уровень сознания достаточно высокий, развитый. А вот эти программы по луну и по привнесенные программы, они человеку все блокируют. По природе, скажем так, нашего происхождения, у нас, у любого человека, есть, как мы говорим, так называемый собственный механизм защиты. Вот, наверное, совершенно ничем человек, да, невозможно придумать. Хотя некоторые люди говорят, господи, что ж у нас так придумали, почему тут вы должны болеть, почему у нас происходит вот это. Ну, каждый по-своему смотрит, да, на это. Вот. Но если мы, будем говорить, как у нас заложен этот механизм защиты, то он должен в любом случае работать. В подсознании у нас это есть. Я хочу сказать, кроме того, что мы занимаемся снегами, мы занимаемся разработками собственными. Вот как раз начали заниматься разработкой, почему? Ища пути, скажем так, изменения, вот ее ситуации, в которой мы оказываемся, чтобы снять образованные программы, темерные программы, которые мешают нашему развитию и деформируют нашу макрицу. И мы занимаемся разработкой именно торсионно-галлогротических устройств, это нового поколения устройств уже. Но на протяжении многих лет, когда мы проводили исследования, пробегали, первые сами разработки, где-то вот с 2005 года я пробегала самый первый проект под торсионно-галлогротическим устройством, это ученые, мы были, люди, разработали такие устройства, причем интересная шла, я чуть-чуть вот отойду эту историю, интересные были разработки, когда идут, допустим, в разработке конкретно ставятся задачи, и ученые начинают над этой задачей работать. А вот в этом случае получилось совсем наоборот, когда эготрибургским ученым было дано задание создать приборы для изменения безопасности атомных реакторов, это Белоярская АЭС, значит, на этом этапе оказалось, что если создавать приборы, чтобы измерять безопасность реакторов, то есть, если вдруг реакция пойдет по-другому, да, атом уже могут делиться, смотря с какой скоростью, то значит, нужно что измерять? То, что, допустим, сейчас вот те процессы реакции, которые происходят, они уже изучены, да, а если другой процесс пойдет, если скорость, ну, знаете, что в определенное время был еще запущен коллайдер, не равном таком масштабе, там тоже ускоритель и частиц, то есть, что, чем мерить, а вдруг опасно или безопасно это будет? То есть, вот надо было такой прибор создать. И получается так, чтобы создать прибор, надо, значит, в него заложить какие-то параметры, а распорядки, значит, что мерить, а на каком уровне это мерить. И вот на этом этапе ученые пришла идея создать это все на географическом, ну, это метап, сейчас уже называем устройство, либо носители, либо генератор плоскостного кручения, тогда еще называлось, которые могли выносить информацию с квантового уровня материальный мир. То есть, проще, если сказать, это, знаете, чтобы была материализация формул, именно формул, ядерных реакций. И вот такие носители ему удалось создать. Они разработали прибор, они получили ордина за эти разработки, вот, и как обычно бывает, понятно, что это промышленные масштабы, да, это уже серьезная вещь, это большая наука, но в разговорах таких уханных, как мы говорим, вот, зашел разговор, если мы можем с вами управлять атомом, то есть, материализовать какую-то формулу в материальную уже действие какое-то, то какая разница? Мы с вами с чего состоим? То же из атома, из атома, из молекул, то какая разница, чем управлять? И вот как раз были созданы первые самые такие крупные лабораторные условия, устройства, которые всего наэгографические, с помощью которых могли как-то, хотя бы на первом уровне что-то делать. Это самое первое устройство было, ну, как бы оно называло тоже, информационный фильтр, просто для ваги как норокая-жевая там вода, но опять, это не омагничивание, а именно на информационном управлении в лесу этого устройства. Вот. Эти устройства, там буквально 3-4 вида всего было, и в этих устройствах внутри был наполнитель, это природная субстанция, но, к сожалению, на каком-то этапе она постепенно, постепенно переставала действовать. Это примерно я вот как бы такую синхронизацию немножечко делаю, да, с теми явлениями, которыми мы вот сталкиваемся. Например, когда целители какой-нибудь обулитик делают, да, заряжают его своей энергией и дают человеку. Потом говорят, через полгода или через год уже силу теряют. Вот, потому что если у человека есть полевой структуры и разрывы, значит, от этого обулитика энергии идет в поле человека и он теряет свою силу. Также эти устройства на каком-то этапе они переставали уже работать без слабенных действий. Вот, и на протяжении многих лет искали другие какие-то носители, которые бы могли эту информацию, которая заложена, долго, долго сохранять. На определенном этапе, значит, ну, мы уже говорим о своих разработках, наш, нам уже удалось, скажем, то есть, зная технологии определенные, нам удалось сделать уже устройство с использованием кристаллов, причем не просто кристаллов, а кристаллов кварца. И не просто кристаллов кварца, а это кварц выращенный. Ну, если вы знаете, вот, мы в этой жизни постоянно с этим качеством не сталкиваемся. Что у нас есть, носят люди на руках, на батарейке, какие-либо мне часы, как вы называете, кварцевые, да, то есть, вот эти часы не требуют какой-то подзарядки, то есть, они заряжаются от солнечной энергии, там, от пространства, но это определенный бик кварца, да, это естественно обработанные особенно, особый показа, вот, но это просто дает энергию того, чтобы, как батарейка заряжает наши часики, чтобы шли. Но в наших технологиях, я показываю, устройства, они у нас разного, вот, вида, вот в наших устройствах, то есть, это называется еще, как мы, генератором искусственного выключения, но вот здесь, между двумя пластиночками зафиксированы кристаллы, о которых я говорю. На каждом из кристаллов записана информация, что должно делать это устройство. Так вот, эти кристаллы, в чем отличие, скажем так, от нашей технологии, эти кристаллы выращиваются у нас на Южном Уральце, на заводе кристаллы, по особой технологии, по нашему заказу, эксклюзивный на заказ, это выращивание кристаллы кварца. Но кристаллы кварца невозможно вырастить из ничего, да, вы сейчас, наверное, видели, у детей можно для уроков химии, или для ремознагр, можно в медокончике, да, там какие-то кристаллы можно выращивать, но это, конечно, как мы говорим, детский сад уровень, но все равно примерно что-то. Так вот, значит, во-первых, эти кристаллы выращиваются в специальных емкостях, вакуумные емкости такие, значит, матрица для кристаллов берется, это очень редкая разновидность кварца самого чистого, которая только на селе ее мало, и вот он, это как вот, знаете, когда эти кисломолочные напитки делают в домашнем условии, да, как называется, грибок, там, или что-то, бактерии, или, да, вот эту заквасочку делают, и из нее потом вы можете, скажем так, да, вот ее размножается дальше тоже, вот это все может потом еще там поделее, еще поделее, ну, по крайней мере, и закваска как это называется, вот примерно здесь так же, то есть берется матричный самый чистый кварц, это, как говорится, делается как закваска, затратка это называется, матричная, и все, и она начинает формировать вот эти кристаллы, здесь используются, очень мелкие кристаллы, это выращивается, ну, там, смотря какой вид кристалла, смотря какой, скажем там, размер кристалла, вот это, естественно, определенное количество времени выращивается, далее уже на эти кристаллы мы наносим информацию, вот способ записи информации, какие многоуровнировать запись, как это происходит, конечно, это наука, это наши технологии, никому мы об этом не рассказываем, то есть записывается сюда информация, что должно делать это устройство, значит, если кажется просто так записать, например, информацию, то это непросто, почему, потому что, во-первых, имеет значение, где эта информация записывается, в каком помещении, в какой лаборатории, в какой установке, потому что, если мы уже говорим о том, все зависит от того, в каком пространстве мы живем, что нас окружает, поэтому если мы просто вот так вот будем в обычном помещении записывать, представьте, сколько много посторонней информации не слоится, и это просто не будет работать, вы в Кибете записываете? Нет, у нас есть другие места, то есть это специальная лаборатория, это специально, скажем так, определенное место, где записывается эта информация, кроме того, опять же, имеет значение, кто это записывает, вот, почему он это записывает, то есть у нас не просто специальное оборудование, специальную, скажем так, амуницию, да, чтобы экранировать наложение, вибрации человека, ну и, если кто-то выходил на наш тайт, у нас там разрушены исследования, зависит, с какими вибрациями человек, который записывает информацию, почему? Потому что можно перекрыть вот здесь все, но наш мозг, вернее, наше сознание, оно, в принципе, является очень мощным, излучателем, если бы их бросить. Поэтому, значит, кто записывает эти кристаллы, как раз прошли, обязательно, мы проходим наши сотрудники, мы проходим обязательный смех, мы не это институт исследования сознания человека, вот, где исследуются, какие вибрации, не просто вибрации мозга, какие участки, много задействованы, какие частоты мозга. Ленинградский институт. Что? Ленинградский институт. Нет, это Мазберин, институт развития сознания, институт мозга. Вот это, пройдите на Ольга Ивановна, кандидат в медицинских наук, это ее, скажем, ну, можно на сайте эту информацию посмотреть, она является директором еще немецкого Германии и Америка институт, как бы, совместных исследований сознания и мозга человека. То есть, вот, мы такие исследования проходим, для чего? для того, чтобы полностью обеспечить безопасность, скажем так, вот этих устройств, чтобы не было наложения ничего постороннего. Та информация, которая записана здесь, в чистом виде, могла записаться. Ну, и это самое главное доказывается, чем результативность примирения нашего устройства. кто применяет, пользуется этим, они получают определенные результаты. И что происходит при этом? Я не буду даваться технологию, но я отметила некоторые моменты, которые очень важны, вот, при записи информации, которые важны. Так вот, информация записалась, а дальше каждое устройство начинает уже работать, по той, скажем так, программе, для чего оно предназначено. И здесь уже это работает примерно как, вот, жесткий диск в компьютере. Или, допустим, в вашем сотовом телефоне, что у нас есть? Сим-карта, да, вот без него бесполезно телефон работать не будет. Вот маленькая такая сим-карта, но там опять записано, ну, с, как мы, микросхемами, видим, да, в уровне это все записано, как должен работать сотовый телефон, например. Или компьютер, там жесткий диск. Так вот, хорошо, там все записано, вы открываете, вы же опять управляете телефоном с помощью чего? Кнопочки, там что? Буквы, то есть информация управляют? Информация. Здесь тоже информация управляет устройствами, только там нам нужно нажать, да, какую-то написанную букву, а здесь нам надо, например, проговорить, может быть, какое-то действие сделать. Далее, сотовый телефон, для того, чтобы работал, нам его нужно заряжать. Нужно, то есть, энергия, чтобы была, подпитка энергии. Мы заряжаем сотовый телефон, мы заряжаем компьютер. Но скажите, мы заряжаем, допустим, от розеток. Ну, пока технология такова. Но кроме того, что мы берем энергию от электрических сетей, ведь какую энергию сейчас используют? Солнечную. Солнечную. Еще? Ветра вбую. Ветра вбую. Это энергия невидимая, но это энергия. И здесь тоже, для того, чтобы эти устройства работали, потому что, чтобы работала информация, как мы говорим, информация первичная, энергия вторичная. От качества информации зависит качество и количество энергии, но информация, она распаковывает количество энергии. И эти устройства, еще кроме всего, они подзаряжаются, скажем так, они совершенно другой вид энергии. для них нужны. Это энергия физического вакуума, никакую непроявленную энергию эфира, то есть чистая энергия, чистые потоки. То есть вот эти устройства способны подзаряжаться из пространства вот этой энергии. Мы с вами, к сожалению, не всегда можем убрать энергию. Почему? Потому что, если мы разберемся, как мы устроены, я совсем коротко и очень просто скажу. У нас вот это электромагнитное поле, и алга, да, как мы видим, окружает нас на поле, она имеет у нас сверху знак плюс, внизу знак минус. По отношению к нам Земля имеет какой минус? Ну, какой знак? Минус, а космос плюс. Так вот, Земля, так как мы, допустим, если человек умирает, его тело куда? Похожает, я землю за переработку, то есть минус, да, чтобы это все перерабатывалось. А душа, как в прямом, уходит в космос, да, нужно так сказать. Вот, поэтому там знак плюс. То есть вот эта энергия, она имеет по отношению к нам знак плюс. Вот знак плюс, или энергия космоса, она имеет что? Она всегда имеет спираль развития. То есть это созидающая энергия. Поэтому вот эти устройства, они не могут навредить ни к человеку, ни в каком образе, потому что, во-первых, здесь только позитивная информация зависит от того, что она не может То есть это не может быть нарушен. И, если мы чуть-чуть, вот проведу аналогию, если мы, допустим, приобретаем или пользуемся какими-то устройствами, которые работают на уровне электроагнитного поля, то есть, либо это какие-то приборы могут быть физиотерапевтические, и, кстати говоря, они могут принести как угрозу, как угрозу, так угрозу, зависимость от того, исходное поле у человека, у самого если энергетика высокая, то приборчики могут незначительно, скажем, повлиять негативно. Если у человека малой энергии, тогда эти приборы могут навредить. Вы знаете это, когда, допустим, изначают физиопроцедуры, да, и по каким-то повреждениям есть много противопоказаний. Вот как раз вот это медики у нас знают. И, допустим, есть приборы либо устройства, которые работают на уровне электромагнитных полей. Вот. Я как бы не буду называть кто-то, если знают такие приборчики, можете сами там проговорить. То есть это в приборах используется магнитное поле Земли, то есть подзарядка КПТ куда-то получает. Так вот, если такими приборами пользоваться очень много, то они могут как помочь, так и навредить. Почему? Потому что в любом случае там знак и плюс, и минус. И если у человека в его поле много минусов, как вот мы смотрели, да, искаженная матрица, если у человека, допустим, много собственных минусовых вибраций, в том числе, как мы любим, эмоции негативных, много негативных мыслей, вот такие приборчики могут навредить, потому что они усилят эти минусы. Они могут усилить, а, скорее всего, они могут усилить, скажем так, злость, человеки, обиды и так далее. То есть нам нужно в психике. Вот эти устройства, я почему говорю, чтобы вы понимали, что вот это навредить не можно, потому что здесь только плюсовая энергия, как мы говорим, вот энергия космоса или непроявленная энергия эфира. То есть это плюс. Поэтому устройства не имеют ни противопоказаний, ни побочных явлений. Я хочу еще добавить то, что, ну, просто к нам задают очень много вопросов, а вот лечат ли это, лечат ли это, мы говорим. Если мы понимаем, что такое матрица и что все первопричины находятся в информационном поле человека, то какой смысл лечить? Мы понимаем, что наша медицина зашла в тупик, я говорю, вижу, доктора в этом зале сидят, они понимают это уже давно, и искали сами другие способы, какие-то решения, да, проблем. Почему? Потому что лечат следствие. Да, можем заглушить боль, но, наверное, ни один из вас не скажет, что вы лечили какое-то хроническое заболевание. Ну, да, заглушили, притупили что-то немножечко, сняли какой-то процесс, а все равно все пишут хроника, хроника хроника. И самое интересное то, что маленькие дети 3-4 года, а им уже пишут хроника, почему? А потому что вот эти заболевания передались и что-то в матрице родителей, и ребенок уже с этим заболеванием родился. Почему родился? Потому что когда наша душа идет на воплощение, это тоже мы сотрудничаем с нашим партнером, это Новосибирский институт, международный институт, космическая антропоэкология, где человек изучается как космопланетарный феномен. То есть нас уже здесь изучили как физическое тело, а там изучают с точки зрения связи человека с космосом. а это уже сознание человека, потому что вот это тело, скажем, да, осознание, оно вне тела находится. И вот как раз там человек с этой точки зрения изучает. И какие способности наделен человек, что может человек, скажем так, эти способности может ли он проявить? Вообще, чем наделен? И не зря же говорят, что человек это подобие творца. Мы тоже с вами дети, скажем, творца, но только каждый творит на своем уровне. Либо сознание у человека в этом плане заблокировано. Чем заблокировано? А вот заблокировано как раз родословными программами, принесенными программами, так же, как механизм защитный у нас заблокирован защиту этих программ. То же самое наше сознание заблокировано. И человек живет в общем, узком, в очень узком коридоре, как мы говорим, в очень узких рамках. Тех рамках, которые нам вложили, начиная с детского сада, школы, институты и так далее. Телевидение, радио это уже как бы мелочи. И плюс передали наши родители свои стереотипы, свои взгляды на эту жизнь, свои оценки уже. Воспитываясь в этой семье, вот больно-небольно мы все это впитывали. И таково наше на сегодняшнее мировоззрение может быть и состояние с нашим сознанием. Так вот, как раз вот этот институт он занимается следованием, в том числе сознания человека как гостинопланетарного феномена. То есть какие способности у нас есть, могут ли они проявляться, могут ли открываться, либо это просто надумано. И вот как раз в этом институте в Новосибирском академгородке, плюс это еще центр ГОЦЕЙНИ МАКЕМ, это государственный ракетный центр в городе Ниаси. Вот, значит там центр здоровья от этого, от этого ракетного центра и Новосибирский центр и Ниасский центр там используют, скажем так, в исследованиях так называемых языкового козырева, или пространство козырева. сознания. Это индивидуально. И вот в этих как раз установках, мы уже достаточно время занимаемся исследованиями, нам удалось, причем те исследования, которые проводим мы, это не где не проводится, то, что в Новосибирске проводится, это еще много лет назад, если знаете таких ученых, козыри, козыревские зеркала, как я говорю, называется, это казначей, вы познамените, доктор медицинских наук, академий медицинских наук, он, скажем так, был в свое время в апаре, потому что он стал заявлять, что, оказывается, у нас есть сознание, и сознание вне человеческого нашего тела, и вне мозга работы. И на что способно наше сознание, и как можно подходить к решению проблем по здоровью. Естественно, такие ученые, Акимова, Шипова, наверное, многие из вас знают, вот они были апареи, которые первые открыли в судные поля, феномен сознания человеческого. Так вот, в этом институте казначеев как раз живность и боль, он является научным руководителем, скажем так, вот этого института, и мы проводим те исследования, которые проводим в Мире, и никто еще не проводит в мире вообще. И несколько лет назад был первый в мире сеанс телепатической связи, это проводилось с учеными, либо передавалась информация на расстоянии. Вот об этом тоже можете почитать на нашей страничке, с нашей странички есть ссылка на сайт Моноседирский вот этого института, где именно ученые доказали, что мысли, и не только материально, но ее можно передать на расстоянии, без проводов, без всего. В этом эксперименте участвовало очень много людей в разных странах мира, это Аляска, это Америка, это Канада, это, скажем так, Диксон, вот, то есть операторы, ученые, которые передавали эту информацию, и, значит, другим людям можно было эту информацию принять в определенное время. То есть, представьте, это много лет назад было, более там 18, более 20 лет назад. И сейчас эту тему мы продолжаем развивать. То есть в этих установках, и уже вне этих установках мы научились, скажем так, выходить в прошлое. Кто-то из вас смотрел фильмы из будущего, современных фильмов, да? Вот, вот все, действительно, все так и показано. Так вот, в этих установках нам удавалось, удается выходить в прошлое события, в конкретные, скажем так, места, допустим, там, несколько тысячелетий до нашей эры. Это, допустим, вот мы сейчас недавно приехали из Болгарии, где проводили такие исследования, где исследовали места, сейчас как раз вот у нас на сайте немножко об этом информации, есть, вот в Моносибирске в институте тоже информация обрабатывается. Это места древних цивилизаций. Для чего это надо? Для того, что для нас время, это, вы понимаете, оно, вам кажется, прошлое, настоящее будущее. Время, оно, нет понятия времени, оно все здесь и сейчас. Это разные просто вибрации, это разные, разные течения энергии, это разная скорость. И поэтому мы можем выходить в разные промежутки временные. И выходя в те промежутки, мы конкретно считывали информацию, для чего это надо, для того, чтобы взять информацию ценную для человечества, потому что это древние знания. В них очень много того, да, скажем так, зашифровано, то, что нам принесет пользу, принесет человеческий пользу. И это не только то, что мы думаем, что мы будем, мы действительно мы описывали какие-то места, допустим, выходя, скажем так, в этих установках, например, по каким-то местам считывали информацию, уходя в прошлое события, мы, например, в этом месте вообще не были. И те люди, которые находятся в этом месте, например, по Армении, мы также считывали информацию, и мы когда при связи, значит, мы им рассказываем, что у них там есть, какие объекты есть, допустим, в древних цивилизациях, это качающиеся сюрваверия, это тайские монасты, удивительное место, и мы описываем даже, вот как он расположен, чертеж делаем, и они, мы им рассказываем, и говорим, все в точности, все говорите. То есть, о чем это говорит, что наше сознание способно намного. Ну, кроме того, что мы уходили в прошлые события, считывали, мы предсказывали события, мы учились перетать в будущее, мы предсказывали события, это, допустим, в прошлом, или позапрошлый, мы предсказывали, допустим, падение самолета на Украине, снятие министра воздушного транспорта в Греции, черпына Брянской АЭС, значит, авария судна в Тихом океане, то есть, где потом можно об этом... Ну, так и все. За два-три дня мы предсказывали вот эти события. Но, с другой точки зрения, я почему это так подробно говорю, чтобы вам было понятно, на каком уровне мы работаем вот с этими технологиями, но на каком-то уровне мы помнили, что просто так понимаете считывать то, что будет. Это неинтересно. Мы поняли, если мы можем переходить в будущее, значит, мы можем брать оттуда другую информацию, какую? Информацию, которая может способствовать улучшению состояния людей, улучшению здоровья, гармонизации внутреннего состояния. И вот такая информация нам тоже начала поступать. Вот ту информацию, которую мы берем, это уже используется вот в этих наших технологиях. Это второе момент. Далее. При таких, скажем так, постепенно работая вот в таких режимах, то есть переходя в прошлое, в будущее, считывая какую-то информацию, то есть это все доказано, зафиксировано. Нам еще удалось, скажем так, ну это, знаете, получилось спортано, когда нам удалось выйти на связь с другими более высокоразвитыми цивилизациями. Это не просто устроительная связь, нам удалось сделать аудиозаписи. Кто-то был у нас, когда мы в прошлый раз приезжали. А, вот. Слушали, эти записи, да, ну вот интересные записи, да, они такие процессы включают эти записи. Вот. То есть это с другими цивилизациями, где нам давали диктовки, будем говорить так, почему аудиозаписи? На первом этапе нам не удавалось сделать записи. Никак. Вы знаете, все, что, допустим, за установками было, было даже за домом, за строением. Вот эти звуки записались. То есть машины ездят, да, там собака, где-то в гряне в подъезде упопают. А вот то, что внутри установки шла диктовка, то есть голос шел, не записалось. Сторожно это было. Мы, конечно, потом поняли, почему это. Но все-таки вот такие вот записи нам удалось сделать. И это было, аудиозаписи, скажем так, через нас говорили, доносили определенную информацию. Почему? Потому что вот так мы эту информацию взять не можем, потому что это очень высокие вибрации. Как мы это увидим? Это увидеть невозможно. Это взять невозможно. Самое лучшее – это звук. Это звуковые вибрации. Так вот, скажем так, соединяем с нами, используя наш речевой аппарат, проговаривали вот эти звуки. И эти звуки удалось записать. И когда делали расшифровку этих звуков, у нас тут вот немножко на сайте тоже об этом информация есть, оказалось, что вместе с этим звуком, ну, во-первых, это ученые, как бы уже инвестеры расшифровки делали, что это не земной язык, ну, предположительно уже. И с этими звуками шла очень высокая частота, которой практически нет в природе. И когда начали делать расшифровки более глубоко, оказалось, что вот на этой частоте раньше в древние шумерские времена были отдельные люди, которые имели, скажем так, ну, это вот единицы людей, которые имели доступ при связи, принятии информации из космоса, как правильники. И именно эта частота 50 Гц. То есть вот эта частота у нас зафиксировалась, ее даже объявили у нас даже как бы это в цвете все здесь это показано. В общем, интересные такие моменты. То есть вот эти вот звуки не просто так. После прослушивания этих звуков у людей по разному реакции. У кого-то даже идет улучшение состояния общего, у кого-то уходили боли, которые там полгода не уходили, у кого-то начинают дела разворачиваться. То есть у всех по разному реакции. У кого-то улучшен, у кого-то хуже. В любом случае каждый что-то чувствовал, что-то необычное. Кто-то даже делал какие-то картины, даже космические картины. То есть вот удалось, кроме всего, сделать и такие записи. То есть я говорю о том, что вот на этом уровне у нас очень много исследований, и плюс еще нам идут определенные информации, идет по новым технологиям, по определенной формулы. Причем когда мы эти формулы начинаем смотреть, причем мы начинаем смотреть, там какие формулы, где идут числа изотоков. Я по первому образованию геофизик, психолог, парапсихолог, я сегодня же гордую экспертом по энергоинформационной датометрии. Но я не физик, я дальше. И почему-то, понимаете, вот интересная очень формула. Много всего, потому что сейчас идет именно исследование вот этого всего. Кроме этого, мы проводили в прошлом наш приезд, по-моему, проводили исследование вот этой записи. То есть нам же тоже нужно знать, да, не просто кто нам дали в эти пиктовки, но уже даже, у нас даже есть фотография, где мы вот этого, вот этот объект запечатлели во время приема вот такой вот связи. Но как влияет это записи на человека? Нам даже не кажется, да, мы видим, наше тело-технице, что там облегчение будет, например, какая-то снялась. Но нам все равно надо доказать, да, что это безопасно для человека. Так вот, у вас, вот наш приезд, здесь сидит замечательная женщина, которая согласилась быть волонтером, так скажем, исследуемой. Что мы делали? Мы поехали, по-моему, в медицинский центр Евразия, да? Да, в этот центр что сделали? Взяли кровь на микроскопе, так, светлокольный, на кольный, микроскоп методом, да, демосканирования. Да, 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 это вот как раз ее съемка крови где. Далее, до прослушивания, потом прослушали записи, после этого снова взяли кровь. И доктор была, ракушурует, это как так? Вы ничего не пили, это надо очень мощный антиоксидантом, для каких-то препаратов, чтобы, допустим, получить такой результат, и то через какое-то время. А тут прямо сразу в какой-то записи все эритроциты по окружочкам, по отдельным и свободное пространство стали легко двигаться. Вот этого не было. То есть, вот такой форме ну и естественно мы проводили еще исследование этих записей на сайте размещены. Результаты исследования это неявлено мозг человека. Какие яд, участки мозга активируют эти записи. И оказалось, что эти записи активируют энергию вуздарине, активируют участки мозга, которые отвечают за ясное знание, за ясное чувствование. Представляете, какие мощные вибрации? То есть, открывает, разблокирует сознание человека. То есть, вот это уже нам не доказано, что это безопасно. Почему мы так говорим? Потому что мы всегда люди практики и мы всегда ищем подтверждающие какие-то моменты. То, что мы делаем, что это не только безопасно, но что это и позитивно, скажем так, и хорошо влияет не только на организм человека, не только на тело, а самое главное на мозг человека. Это очень важно, потому что мы проходили, ну это может быть лет пять назад, когда нам на исследование принесли обычную аудиозапись. Эта аудиозапись обычные вроде бы звуки, шум дождя, фон, да, такой, расслабляющий, релаксационная музыка такая. И нам эта запись принесли. Одна компания хотела эту запись продвигать, ну скажем так, сетевая. Я говорю, вы сначала посмотрите, что вы продвигаете. А почему продвигаете? Тот человек, который вроде как сделал эту запись, он убил, и вот его друзья, его память вроде решили, ну вот, по крайней мере, поднесено было так. И когда мы стали исследовать эту запись, сделали замер матрицидон, и после того, как человек прослушал, ну человек, который, ну здоровый человек, молодой человек, который понимает, что такое энергия, который занимается медиками, микрактиками, очень хорошо чувствует. И он буквально, наверное, минут 7 прослушал, и говорит, все, я уже не могу слушать. Сначала, значит, фон вот дождя, и говорит, так хорошо стало расслабиться. И потом, говорит, у меня резко стало как-то стучать в висках, потом резко начались головные боли, потом, говорит, у меня сдавило грудную клетку, я не понимаю, почему. И когда проанализировали, сделали второй, значит, зафиксировали диагностику про матрицы, и у него там ужасные вещи произошли в районе головы, матрица очень сильно сжалась в районе сердца, то есть вот то, о чем он говорил, о своих ощущениях, все это как бы подтвердилось вот это состояние его матрицы. И когда стали анализировать эту запись, уже четко прослушив, поэтапно, оказалось, что сначала идет расслабляющая музыка, но на этом фоне, далее, и тут далеко-далеко еле слышно звуки, там-там. Знаете, вроде такая вот хорошая музыка, приятная, а что происходит с сознанием человека в этот момент? Какие частоты в этот момент начинают активизироваться? А начинает активизироваться нескольские частоты, которые за ним занижают его способности, которые приводят человека, скажем так, выходят на тета-ритмы, не на тета-ри-там, дельта-ри-там, да, гамма-дельта-ри-там. Те, которые нискочастотные, когда человек в сознании не включает, он как ободACK, либо как животное, есть, вот в этом состоянии. Интересно знать, с какой целью эту запись хотели, скажем так, проводовать, реализовать, но я не знаю. То есть мы просто знаем эти вещи, мы изучаем именно, как информация воздействует на человека. И вот вроде бы мелочи, но эти мелочи представляете, насколько существенны они иногда оказываются в нашей жизни и как они будут влиять. И хорошо, либо плохо. Поэтому вот немножко я останавливаюсь уже на этом, какими мы исследованиями занимаемся, с какой информацией мы имеем дело. Поэтому те формулы, которые нам были даны на этих установках, эти формулы мы воплощаем уже и в наших устройствах в том числе. То есть мы исследовали эти записи, эти формулы, скажем так, как они влияют на здоровье человека. И когда мы записали модули, опять же, это по своей особой технологии, вот эти, скажем, вот эту информацию, которую нам дали, формулы воды нам могут дать. И мы записали это все на кристаллы. И когда мы этим модули отдали исследовать в институт Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых и биотехнологий, там у них была лаборатория уникальная по исследованию воды, то есть они даже улавливают, как вода реагируют на вспышки, на солнце, на землетрясения, на рану даже. Как, например, вода даже реагирует, представьте, вот у них тоже интересный такой опыт, они, ну, в разных направлениях работают. Когда, например, к ней подносят определенную картину или купюру, сразу хочу сказать, когда у нас Александр Иванович делал доклад, я не знаю, у нас это есть или нет, на сайте, когда они исследовали вот 100-долларовую купюру поднести к воде, ужас, да, потому что там уже программа определенная заложена, поэтому уже знак высотки. И знак, конечно, и знак, это то, что внешне видно, а еще и водяные знаки какие, да, что туда заложено. Поэтому, вот, понимаете, не просто так идет валюта эта, и сейчас, видите, какая прибыль началась на определенном этапе. Поэтому вот эта вода, вот эта установка у них, аппаратура, очень четко видит, как реагирует вода. И когда посмотрели на шмолы, стали смотреть, как-то нам старший научный сотрудник сказал, говорит, сбежали все доктора, потому что они такого не видели, сколько им разных приборов, помагничивания воды, структура приносили, все, чего угодно, что работает с водой, говорит, мы не видели такой реакции воды. Во-первых, как он говорит, очень мощно сразу упал ОВП-потенциал. Что такое ОВП? Это окислительно восстановительный потенциал. Когда он резко повышается, это как раз, когда у нас вот с точки на Солнце, когда происходят все вот эти вот в магнитном поле Земли, в этот момент что происходит с человеком? То есть вот этот стресс, да? То же самое, она очень мощно поднимает ОВП-потенциал. То есть закисление организма происходит. Стресс, да, для организма, для мозга, это что, сгущивание крови идет, это закисление, это как отравление, тоже интоксикация. Это очень опасно для людей, у которых инфарктники, инсультники, да, это сгущение крови, понятно, что. Так вот, в несколько десятков раз вот эта вода наша снизила ОВП-потенциал и удерживала вот эту структуру воды, удерживалась. Эту воду убрали, вернее, само наше устройство убрали из этой ячейки, вода просто оставалась, и вода сохраняла память вот этой структуры. Для них это тоже было уносно. Ну, в общем, если кому-то интересно, вот это исследование у нас можно почитать. То есть они вообще такого не видели. Для них это мусор. То есть это говорит о том, что такая вода замедляет не только процессы старения, как мы сейчас уже в Болгарии видели, были на международной конференции, называлась она Стоп Тайм, это заведение старения человека. Ну, это тема, как говорится, в мировой, да, важность. Потому что у нас идет ускоренное старение человечества. И не просто ускоренное, а дети наши, это же связано с заболеваниями, в том числе. Дети наши уже больные, то есть это клетки начинают ускоренно, скажем так, да, старение. Это внутри. Поэтому мы делали тоже доклад, вот это в России, мы, значит, делали доклад, это вот Новосибирский институт и Салтая, у них там интересная вода тоже была. Вот они по своей воде делают доклады, это от нашей страны, вот три организации были, кто представлял свои разработки. Поэтому вот эта вода, значит, она обладает очень мощным снижением потенциала, далее очень мощным антиоксидантным действием, очень мощным действием, которое, скажем так, улучшает реологию крови, то есть текучесть, то есть вот эта вот кровь начинает у нас разжижаться, да, все, что у нас заболачивание происходит в нашем организме. Это очень мощное противовирусное действие, то есть, как бы, вот такие заключения нам тоже дают. То есть мы говорим о том, что все, что мы делаем, разработки наши, это подтверждено не только безопасностью, но и очень высокой эффективностью, как это работает. Поэтому это и безопасность устройств в том числе. Разные устройства, допустим, есть устройства, про которые я вот уже говорила, от чего зависит, да, наше информационное пространство. Есть устройства, это Родонит, вот это наше устройство Центра Здравительной Технологии разработано, это устройство, которое нейтрализует негативные программы родной семьи. Вот у нас будет перед отъездом, мы проведем школу, как пользоваться, как работать, хотя у нас будут обязательно устройства, паспорта в каждом устройстве, то есть инструкция по применению, каждое устройство идет обязательно к упаковке. Значит, устройства прошли сертификацию, государственную сертификацию, плюс еще и сертификация, это Международный центр по радиологической, биологической, биоэнергетической безопасности человека, это Ураловцы, как раз вот единственный центр международный, который проявляет не просто, что вот это не навредит, а именно, что это эффективно, то есть именно на уровне энергетики в том числе, информационной безопасности. То есть вот такие сертификаты. Кроме этого, значит, устройство упаковано, почему? Потому что каждое устройство идет индивидуально, вот здесь у нас такие упаковочки, что этим устройством никто не пользовался, потому что, ну, представьте, индивидуальное устройство, когда человек начинается его активировать в первый день, в первый раз, его матрица, вот то, что мы показываем, да, голографическая матрица записывается на те приставы, которые внутри, а приставы здесь объемные. Мы понимаем, да, что приставы, кажется, и он способен записать нашу матрицу в объеме. То есть не просто вот то, что мы написали, диагноз, например, заболевания, да, а целиком матрицу, и в том числе, как поле событий тоже. И вот в этом устройстве нейтрализуют негативные разрушительные программы рода и семьи. То есть, если, допустим, я пользуюсь этим устройством, по моей линии, с моих детей, с моих внуков, с моих родителей, бабушек, дедушек, вот эти программы тоже начинают сниматься. Частично то, что программы общие имеются с братьями и сестрами, у них тоже частично начнет поле очищаться. Это не просто слова, так как мы уже три года, да, конкретно уже, скажем так, у нас работают эти устройства, хотя мы с проектом дольше работаем. И это конкретно подтверждается событиями, это конкретно подтверждается результатами. Например, начинают пользоваться дети устройством, ну, как мы, целесообразнее всего пользоваться детям. Почему? Потому что если ребенок, ну, ну, уже возраст адекватен, конечно, что-то сознательный будет возраст. То есть, если пользуется дочь, в ее случае будут сниматься с нее программы по пальминой и по маленькой линии. Если, допустим, буду пользоваться ясно, и детей смеются только по моей линии. А есть еще пальминой программы. Вот. И здесь мы тоже проводили... С вашего разрешения можно, давайте, если вам показать? Проводили исследования, как мы говорим, мы, это мы. У нас в Москве такие исследования уже давно мы провели. Но когда мы приехали, вот начали наш проект, заинтересовались вот ваши люди, как мы говорим, вот вы можете на себе посмотреть, работает это или нет. Потому что мало ли что говорят, да? Мало ли что у вас там в России написано, а вдруг это не так. Пожалуйста, мы говорим. И вот, Мариса Ивановна, значит, мы опять в вашем центре, вот Евразия, допустим, в Дурадонита сделали анализ крови. Вот, видите, да? Как столбики все элитроциты слипшись, слиплись, движения нет. Кровь должна вообще у нас течь, как горная речка, с свободным потоком. Вот. Здесь это просто под стекло, да, перемещаем. Вот, то есть это не течение. Видите, стоячая, как угры, поля. Вот это было, у него. Так, значит, здесь еще где? Так, вот Дурадонита, это вот мама. То есть мы взяли два поколения. Это мамина кровь тоже. Тут еще похуже картина, да? Потому что уже возраст большой. Так, далее. Значит, что здесь было? Лариса Ивановна берет Дурадонит, идет в другое помещение, активирует ее, его. Это нужно прочитать определенную форму активации. И мама остается в кабинете у врача. Дальше снова, там, где-то через 15 минут, берет кровь у ее мамы и у нее. И смотрим. Вот, значит, это мамина кровь. Видите, она какая? Это через 15 минут. Это на расстоянии. Мама не воду не била, не держала у строго. Это дочь работала на расстоянии с этим строго. И вот у мамы кровь какая за 15 минут стала. Маме 74 года. Маме 74 года. И у Ларисы Ивановны после Родонита тоже. Видите, тоже какая кровь. То есть и у нее, и у мамы. Можно как-то много доказывать и говорить, но можно просто показать. Если им это, Наталья, вам разрешит, я покажу до записи. Какая-то была агиттовка, по которой я говорила. Видите, какая-то уже была. Но я уже забуду. Это было до. И после аудиопрослушивания у нее записи. Видите, как? Мы можем дать послушать, но куда-то мы эти записи не отдаем. Ну и естественно, допустим, тот, кто работает с Родонитом, еще раз добавим, мы будем еще дополнительные методики давать, как поработать с Родонитом. То есть однозначно, даже не только меняется состояние здоровья у родителей, если дети работают с этим устройством. Самое главное, что даже начинают меняться отношения между родителями. Если, как вот некоторые говорят, родители уже жили, как кошка с собакой, да? То молчают по неделе, уходят, то лагаются. И, говорит, как только начали работать с Родонитом, говорит, у родителей, ну там были этапы, конечно, вспышек, вы близко, да, эмоции. Это программа выходила. Родители, говорит, стали, вы говорите, знаете, даже по-другому разговаривали. У них, говорит, даже как-то появился какой-то юмор. Значит, знаете, вот как заигрывание, да, в молодом возрасте идет, когда он говорит, даже папа, говорит, как-то так с вами стал подзаигрыванием. Понимаете, живость была, появилась. Вот, то есть Родонит работает очень мощно. Просто ваши здесь люди, которые пользуются, очень много тоже могут рассказать результаты. Это индивидуально. То есть, если, например, пользуется мама, в любом случае она будет чистить свой род весь, но, если она передаст, например, дочери или сыну, вот, надоело, она говорит, ай, работает, и нет, все, на ребенка это работать не будет. То есть, пока вы работаете, с ребенка снимается программами. Первая матрица, как записала, все устройство становится вашим личным, индивидуальным. И он считывает с вас каждый раз информацию, только связь с вами. Но через него чистятся все связи. Почему это происходит? Потому что на уровне матрицы нашей это голографические связи, это невидимые связи. А устройства, они называются торсионные или Т-голографические устройства у нас называются. Поэтому они работают по всем рагословным связям. То есть, это можно ощутить. Причем, конкретно можно ощутить. Бывает даже так, начинают работать с устройством. Очень, вот мы сейчас тоже в Караганде были, там молодая девушка, прислаживая служить, начала, включила, как она говорит, Араганит начала работать, говорит, с меня такое болезло. Я готова была порвать там всех. Ну, выходят эмоции, да, вот эти блоки, которые раньше были, агрессия вот эта скрытая. Это же детские обиды все. Это же обида, это что? Это скрытая крессия тоже. То есть, вот это все. Она как не ясно убирает. Только, говорит, эмоции, его активно опять. Я говорю, ну, вам надо было просто дополнительно годами, и начинать с Сиракима, почему мы говорим. Вот. То есть, это что-то чувствуется, как это работает. У всех по-разному. У кого-то не агент это работает. Самое интересное то, что когда человек пользуется людьми из устройств, индивидуальными в том числе, устройства, они становятся, как бы лично вашими, вашу матрицу записывают на кристаллы. И они управляются вашим сознанием. Не просто знаете, устройство управляет вами, что там сделать. Вы своим сознанием управляет устройством. От вашего сознания это устройство работает. Можно сказать, как активируется связь под сознанием еще. Как это можно проверить? Мы всегда бы это не так. Всегда проверяйте, с чем вы не сталкивает. Поэтому мы говорим про это. Свои устройства. Проверяйте, как это работает. Как можно почувствовать, что это управляет ваше сознание? когда допустим при работе с устройствами может быть из каких-то программ эмоционально там еще какой-то через тело может что-то выходить заболела так заболела так причем она раньше не болела но у мамы эти проблемы были и дочь начинает работать и там где у мамы проблемы у нее начинают эти органы не старе реагировать поэтому иногда можно если это дискомфорт доставлять мы говорим дайте команду этого устройства радовит пожалуйста уменьшить силу воздействия пускай программа будет мягко и комфортно все вот чётко вы чувствуете что устройство начало работать мягко то есть мы как раз и говорим что это доказано что вы с помощью своего сознания управляет устройство у нас интересный результат это в расходе когда лекции читали приобретали устройство на школу и одна женщина которая активная такая пользовательница на школу не пришла ей звонит наша Ирина Михайловна у нас представитель она звонит и говорит что ты не пришла она говорит ой я не могу я чуть не ползаю я как начала ходить пока я в отпуске вот это время активно пользуюсь устройством она говорит что ты дай команду чтобы уменьшить я дала команду чтобы он быстро и мощно берёте как травы ну что ползает да с ним чисто пошла вот банально в туалет мне было с него котом выходил она говорит кот такой как будто это лошадь лет наверное 40 то есть лошадь именно запаренная такой ужасный с запахом кот выходил то есть везде и везде со всех дырочек у неё шло очищение потом когда мы уже второй раз приезжали к Нимова она на школу уже пришла смеётся так и говорит а я договорилась она меня перехитрила перехитрила я говорю а как перехитрили она говорит а я сказала что пустая программа выходит быстро и мощно очищается да выход идёт но мягко и комфортно вот видите как здорово и вот чётко говорит всё быстро и действительно мягко и комфортно уже ну комфортно что для тела для нашего понимаете начинает матрица же трещать это вот как бочку если долго не мыть да на оговорке там столько грязи вот всего вы начинаете мыть всё это грязь она вот всплывает так же здесь матрица вот такой что-то искажённая была да вся начинают происходить процессы что начинает пройти да энергия в тех местах где были вот эти блоки энергия начинает поступать естественно вот эту грязь начинает вычищать всё организм и пустотену нашу некомфортно психике нашей некомфортно потому что если где-то что-то по себе долго-долго удержали что-то не проговаривали или нас оскорбляли вот это всё в нашем поле чужое прилетало вот это всё вот знаете как пришло так и ушло да но только приходит это догадание копится а устройство за счет того что здесь очень мощные высокие вибрации потоки энергетические чем выше вибрации тем выше скорость поэтому если раньше мы дадали что-то копили то с этим устройством мы за несколько месяцев и там заходит за нам уже избавиться от каких-то программ в том числе это чётко чувствуется органит интеллектуальное устройство что это стойкость здесь есть вот у вас в ингенте вот я срок годности нет кто-то стоимость спросил срок годности срок годности не ограничен перестает устройство работать только тогда когда его механически повредят но даже в том случае оно будет продолжать работать почему кристаллы сами вот для чего почему они в таком виде мы же не можем вам вот так вот да по щепоточке давать вот эти кристаллы с программы то есть их нужно было просто где-то зафиксировать мы же не можем всё равно чтобы тоже внешний вид устройств да отображал как-то эту тему поэтому скажем так внешний вид тоже имеет какой-то смысл но основное действующее начало это вот кристаллы которые внутри устройства дальше если повредиться внешне вот эта вот скажем так да целостность всё равно кристаллы будут работать это у нас один мужчина значит есть у нас устройство которое работает с водой он забыл какую-то там не знаю чашку или что-то держал на устройстве очищал водичку не водичку что-то и поставил в микроволновке для заморозки или для чего-либо даме и вот это вот все прилипло и он будет только почувствовал когда поленая пластика запахла спохватился открываем устройство конечно вот так вот оно скорреживается и всё вот ну говорит работай чувствует работает только неудобно ставить но потом пришлось второе за первых дел как бы уже не хочется то есть всю жизнь может быть а? да, 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 да это у нас школа, это у нас школа как применять если человек покупает устройство приобретает мы обязательно давайте воспользоваться а если человек умирает? если человек умирает вы можете просто его разрезать, сжечь и всё потому что уже всё равно устройство на кого-то из родственников работать не будет, нет смысла вот есть инструкции по применению поэтому у нас вот здесь все рекомендации записаны сложного, ничего нет у нас бабушки старенькие там идут курсы, взяли ничего стоимость стоимость давайте в конце скажем в тренге, потому что я это как-то не реализирую вот такое устройство личного тоже индивидуального пользования вот это устройство серопе так сегодня это графическое устройство, как говори это разработка нашего именно проекта и устройство предназначено для нейтрализации при внесённых программ то есть это у других людей всё, что мы нацепляем это такие программы уже более серьёзные анализирование, анализирование, воздействие гипноза, психотронные, психотронные воздействия это допустим следствие, как мы говорим, работников, которые проработали в системе и как правило, вот даже я вижу, кто-то на диагностике когда были у людей, когда мы делали матрицу, да, видели, что там как компачки, да, вот такие прямо сжатые поля в районе головы то есть это говорит, ну, как мы говорим это система просто, где идёт особый контроль на людьми это система правоохранительных органов, матерская система, закрытые какие-то заботы, как бы первое дело то есть в любом случае человек просто попадает под эту систему это не говорит о том, что нам за ним слежать да нет, это сама система где предусмотрен, конечно, определённый особый контроль всё, колпачок у человека это хорошо, если у человека, например, нет предрасположенности в родословной, к заболеванию сосудной головы а если в родословной сумке, к примеру, представьте там и так поле сжато, уже по рогу перешла вот эта сжатая матрица и плюс ещё есть вот этот колпачок, что как с ним это головные боли, это, скажем так, нагрузки умственные тоже, да, голова тяжёлая, как мы говорим это зрение, снижение, ну и так далее кроме, то есть вот такого характера снимает наложение программ ну и то, что называется в народе, это оккультные применения, оккультных методов, магические там ну, в народе это совсем просто называется творчество, глаз там, проклятье и так далее то есть сироким снимает эти программы, накопленные человеком в течение всей своей жизни то есть если вам там 50-60 лет, но в детстве даже, ну, понимаем, что очень много детей, которые подвергались глазу, например, да, вот это всё копилось-копилось, там какие-то, может быть, зависть, ну, а если их ещё имеют определённые методы воздействия, когда мы знаем, да, ну, приходят на диагностику, мы там видим такие вещи, что в голове просто не употребляют и планируют, что у твоих людей как нужно изощрённо направляют программу уничтожения на человека и этот человек ходит по больницам, он пытается решить какие-то проблемы, ничего, а у него не находят, да, допустим, не ставят диагнозы, или ребёночек уже, представьте ребёночек рождается, у него уже при рождении определённые, ставят определённые диагнозы почему? А мы-то знаем, что это, что на родителей была направлена определённая программа, на разрушение вот были, в Караганде как раз приходила женщина, привела девочку на диагностику, девочке 5 лет всего девчонки сапоги диабет уже, представьте, и вот ребёнка, пока мы делали диагностику, маме, пока ей, вот ребёнок вот стоит, понимаете, вот так вот обнирает не то, что засыпает, а отключается, ребёнок стоит, он говорит, что такое, что такое, ну, как у скому, когда впадает, быстренько наше устройство, дали ручку ребёнку, вот 10 минут, всё, понимаете, ребёнок, скажем так, пришёл в себя, глазки открылись, уже ребёнок даже, ну, проявляться радость какая-то, как жизненное вот это начало стало вот, то есть вот любого характера направленной программы, неважно отхода, из каких источников, вот это устройство обнуляет, иргонит тоже, вот я хочу, чтобы обратили именно на это слово, обнуляются программы, вот есть слово нейтрализуются, это временно, это, знаете, как электрошоп, да, нейтрализовали там хулигана, а он опять встал и пошёл, здесь именно идёт обнуление, это значит безвозвратно, если что-то обнулилось, назад оно не возвращается, это у нас тоже как бы доказано диагностикой, когда люди, которые, допустим, у них серьёзное управление были, ну, 3-4 месяца активно попользовались устройством, потом месяца два-три не пользовались, мы приезжаем, они знают, что мы приедем, приходят на диагностику, мы измеряем поле, поле ровненькое, например, а они уже тогда говорят, а я специально два месяца не пользовалась, посмотреть, как у меня будет держаться поле или нет, но это у всех по-разному, потому что, допустим, какие-то программы занимаются с первыми ощущениями людей, то есть это не надо ждать 3-4 месяца, с первого дня работы с Сирокимом человек сразу же ощущает это физически и психическим своим состоянием, все отмечают какой эффект, стало спокойным, какое-то умиротворение возникло, и даже если на какие-то ситуации стресса реагировала резко раньше, то говорит, сейчас я сама себе удивляюсь, надо же, вот такая ситуация спокойная, это самое главное, потому что это самое главное равновесие наше психическое, потому что если человек состоит равновесие, если он не входит в эмоции, значит, что при этом происходит? А его пробить поле невозможно, то есть поле целостное тогда, потому что подобное предъявление подобное, если вас раздражают, если на вас специально, скажем, кричат, ругаются, ругают из себя, это называется, вас кушали, вас довели до белого коленя, покушали, вы никакой, а человеку хорошо, и он как ни в чем не бывало разговаривать будет, да, во-первых, это энергетический, скажем, да, во-первых, а есть когда действительно направляют какие-то разрушительные программы, то есть человек, пользуясь вот этим устройством, с первого дня ощущает, что он становится другой, он становится спокойным, а если спокойно, значит, что у нас включается? Разум, сознание работает, и человек тогда правильно, пусть сами все знают, в эмоциях можно принять правильное решение? Невозможно, потому что, потому что сознание в это время разум отключается, и сколько людей, допустим, на эмоциях разрушили отношения, ушли, например, сразу вот еще что-то, а потом проходит какое-то время успокательное, да, в общем-то, нежно было это еще, да, ну, как-то, а что уже? Все, поезд ушел, и уже, понимаете, не доходишь. Поэтому сироким, он позволяет человеку с первых дней находиться в более-менее состоянии равновесия, психического равновесия. Кроме этого, это такое внутреннее ощущение сразу же. Ну, а дальше у человека что? Появляется больше энергии, потому что, если раньше не было энергии, устройство восстанавливает энергетический центр, то есть у человека появляется больше энергии. Далее, начинает еще что происходить? А начинают происходить интересные вещи, вокруг вас начинают меняться, мы говорим, зависит все от того, в каком пространстве мы с вами живем. Так вот это пространство начинает меняться, каким образом? А вдруг начинают проявляться те люди, которые вам, скажем так, ставили палки в колеса, но из-под пешка, может быть, вам улыбались, может быть, дружить пытались с вами, может, пирожками там угощались, соседки, да? И вдруг, понимаете, эти люди начинают себя проявлять. Маски в студии начинают менять, сниматься, и вы начинаете видеть, кто есть кто. То есть, если раньше здесь ничего такого особенного нет. Почему? Да потому что Серафим снимает, обнуляет негативную, разрушительную информацию. А эта разрушительная информация создавала в вашем поле низкие вибрации, которые притягивают негатив. И, скажем так, вызывают определенные заболевания и так далее. Эти программы начинают сниматься. Значит, что энергия начинает восполняться. Ваши вибрации повышаются? Конечно. Но здесь уже зависит от приема сознания человека. Надо самому, да? Надо стараться все-таки мыслить позитивно. И что происходит? Если ваши вибрации повышаются, а мы говорим, что в информационных полях подобное притягивает подобное, и если та информация ушла из вашего поля, то, естественно, притяжение не будет с теми людьми, которые были тоже негативными, или которые были проблемными. И эти люди постоянно, постепенно начинают отдаляться от вас. Но другие люди более позитивные, с кем интересно, например, может быть, с кем-то развитие пойдет. Вот другие люди начинают подтягиваться. То есть происходит что? И образование, и вашего личного пространства, и в то же время окружающего пространства. Это, знаете, как говорилось, говорится так. Не нужно менять мир вокруг себя. Это бесполезно, правильно? Измени себя, и вокруг тебя все изменится, да. А как нравится? Конечно, конечно. Отображение зеркально будет, потому что притягиваем мы так то, что у нас есть сами. Вибрационно. То, что мы говорили изначально, я говорила, когда парень девушек притягивается, да. По информационному подобию. Если мы по судьбе его родителей начнем разбираться и ее родителей, очень много они на охоту прикинулись. Как рыба, как рыба, как рыба, как рыба, как видит издалека. То есть вот сиротим работает многопланово, многомерно. То есть это не только будут сниматься какие-то программы, но и будет еще меняться пространство, окружение и так далее. Я приведу интересный такой пример, да. В Питере я не буду называть человека. Он лучший боленный и тоже занимался разными практиками. То есть человек с таким опытом хорошим. Вот. И когда он взял Серафим, потом приходит, мы приезжаем в Петербург, в Петербург, у нас свой родец тоже там, как в втором офисе, на главном. Вот. И он рассказывает, слушайте, я, говорит, вообще... Ну, знаете, у него такое слово, когда он начинает делать свои результаты, он говорит, я обалдел. Он с такими, говорит, я обалдел просто. У него очень много интересных таких результатов. Один из результатов какой? Значит, он, у него сейчас свое дело. Вот. Ну, несколько лет, значит, он работал в одной фирме. Он больше военный, в отставке, но работал в одной фирме. И вот говорит, уже ушел, говорит, потому что невозможно. Говорит, я понимал, что либо меня уничтожил, либо, говорит, я уже здоровье стал терять. И поэтому, кстати, он поэтому и начал какие-то там практиками всякими заниматься, чтобы восстанавливать здоровье. Потому что медицина не помогала. И говорит, все, на каком-то этапе я ушел, потому что невозможно. И причем, говорит, я еще как бы, понимал, что что-то не то, но не мог понять, что происходит. Он уволился, ушел. Уже 30 лет 5, наверное, не работает в этой фирме. И когда он активировал Серафим, только начал с ним работать, и говорит, звонят мне бывшие сослужительцы с той фирмой, где он работал. Несколько человек в один день. И рассказывает одно и то же. Говорит, представляешь, сегодня утром планер помыла. Ну, в 9 утра. И начальник говорит, ну, говорит, все шутки, что произошло. Короче, как они сказали, наверное, аппарат сюда ноги уносить. И говорит, начальник, значит, у них там тоже какая-то доска, он говорит, вывешивает на носку твою фотографию, возмещает, берет, говорит, рычу, ручку, тыкает, говорит, прям вот эту фотографию гучкой глаза, вот, и говорит, я его уничтожил, я его уничтожил, но у меня там вот кто-то, 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 и давай рассказывать, что он сделал с ним. Представляете? Мы говорим все, все в шутке. Почему? А с ним он сказал взять программу сниматься, и этот человек то, что делал, он проявил себя. Вот. И эти люди, понимаете, как говорят, слушайте, я так, с таким человеком, но он не сам, а там жена говорит, что-то говорит, я подозревала этот фронт, что-то такое, он говорит, ну, не просто все. Вот. Поэтому, ну вот, поэтому Серафим может так работать. То есть, что еще важно, значит, программы, которые обнуляются, не возвращаются. Если на каком-то, да, устройство также при первой активации записывается сюда на представленную матрицу человека, но здесь идет считывание матрицы человека по каким параметрам? по внешним чужеродным программам. То есть, то, все, что важно, это остается, как говорится, вся карма наша остается, да, через несколько лет. Обнуляются только чужеродные разрушительные программы, которые не соответствуют человеку созидающему, гармоничному. Вот эти программы входят, обнуляются. Ну, дальше, естественно, за счет этого мы понимаем, какие процессы происходят. И устройство начинает работать с человеком индивидуально. Вот в чем отличие от всех других каких-то штучек, которые работают с энергетикой человека? Потому что здесь идет настройка матрицы человека индивидуально я. То есть, вот на каком уровне человек находится, вот на таком уровне устройство начинает с ним работать. Человек выше углавливает сознание. Устройство начинает с этого уровня работать. То есть, сумма лица ваша прописывается. Это индивидуальная работа. То есть, то, что снилось или, как бы, обнулилось, оно не возвращается. Срок действия тоже не ограничен. Передавать, конечно, никому нельзя, потому что устройство просто на кого-то не будет работать. И также устройство управляется вашим сознанием. Если вы чувствуете, что там пошел какой-то выброс, да, может быть, какие-то свои комплексы или еще что-то, может, человек многое. Время в себе все держало. Это часто с мужчинами бывает. Просто команда уменьшает силу воздействия точно так же. А если вот этот аппарат, извините, попадет в коммунистацию для людей? Ну, он нехороший. Ничего не будет происходить. Она муляет. Понимаете, если даже он в поле будет или они что-то будут делать, ничего не будет происходить. Ну, его самого менять будет? Его нет. Вот, допустим, вот здесь... А! Чернозвездник попадет сюда, понимал? То есть, если бы... Просьба, да. Я не понимаю. Потому что если у вас нет туда. Вот все. Хорошего человека будет. Хороший вопрос. Интересный вопрос. Это у нас такой вопрос. В Красноярске задал один, кого-то человек. Здесь, смотрите. Вообще, конечно... Я вообще хочу что сказать, что... У каждого человека душа прекрасна. Нет плохих людей. Изначально потому, что мы все оттуда. Как говорим, все искроможные. Но у каждого, пока достойное, свое наследие досталось. И если там, когда достойное, что это творение нехорошие дела, это все передается. Так же, как и ценические способности передаются, так и и эти способности. Вот. Человек может прийти с чистой душой. Но... Рогословный вот этого... Вот этой грязи нахватает. Поэтому... Вот устройство человек может взять. Вот. Устройство, скажем так, человеку не навредит. Но... Знаете... Здесь обязательно нужно тогда брать... Рогословный, чтобы чистить рогословные связи. И на самом деле, знаете как... Хочу сказать, что если человек такой, расколбас будет конкретным. В каком плане? Ну, я так грубо сказала. Человека может крутить. Может быть нежелание работать с устройством. Некоторые люди даже у нас с низкими такими вибрациями берут устройство в руки. Бросают и говорят, что жгет на руки. Да потому что тут энергия света такая, что вот... Ему трудно его даже держать в руках. Программы и вот эти, скажем, темные силы, они будут человека уводить от того, чтобы он не работал с устройством. И даже если на человеке какие-то программы, как вот, например, ходовство, магические какие-то раздействия, ему тоже будут мешать. Поэтому, например, просто брать надо и работать, заставлять себя работать. В Красноярске один молодой человек, когда был на лекции, он тоже задал вопрос, говорит, а вот я допустим, ну вот было время, когда не платили зарплату, вынужден... Каждый стал свой какой-то чем заняться. И вот он, начитавшись книг, начал заниматься тоже магией. И как бы и получалось у него, как он сказал, там делал и привороты, и отвороты, и, значит, и так, и так. И вот тоже такой же вопрос, говорит, а что будет, если я вас буду? Я говорю, ну это вам решать. Вопрос в том, что если вы берете, значит, вы должны отказаться от того, что делали раньше. Вот это самое главное. То есть вы душой почувствуете, вам это надо или нет? Ну он взял. А? Он взял. Он взял по угоду. А? По угоду. Нет. А вы с ним не сможете. Ну не то, что вы не сможете. Это же ваше желание, да? То есть здесь свобода воли из земля человека будет либо так ему направлять энергию, либо так. То есть он будет снимать внешнюю программу. Но если он будет продолжать заниматься этими делами сам, он же опять будет это все в идеале. Вот. Это уже вопрос какого личного характера. Какой он будет. То есть если брать, в этом случае не будем. Тогда отказываться от того, чем занимался человек. И обязательно рада иметь. Потому что нужно снимать породу вот этих всех программ. И так далее. Ну вот. Хочу сказать, что самое-то главное все-таки действие или назначение вот этого устройства, это активация и включение механизмов защиты собственных, которые нас заложены. То есть ничего невозможно придумать какую-то внешнюю жесткую защиту, потому что мы просто с вами развалимся. не будет тогда поступать информация, которая нужна нам для развития. Поэтому самое главное, этот механизм заложен в любом человеке. И серопин он способствует активизации собственных механизмов защиты. Каким образом? За счет того, что он снимает вот эти внешние программы, которые блокировали, родословные программы, допустим, когда они там снимают, и тогда будет активироваться собственным механизмом защиты. Это вот как раз видно у тех людей, у кого не сильно были, да, деформации в полевой структуре. Они начали отработать, потом какое-то время не работают, переходят, а у них поле держатся. Говорят, а я себя как чувствую. Я говорю, ну иногда раз в неделю его утилизируют. Самое главное, как мы говорим, это первые 3-4 месяца, может быть, поле года. Если человек все-таки живет или работает или общается в таком окружении, где, ну, много недоброжелателей, то лучше, как мы говорим, чем потом снимать, лучше. Вот утром встали, включили, как мы говорим, это 10 минут, там работы, 5 минут работы, потом уже активировали защиту, все, и пошли, у вас будет поле держаться, чем потом что-то исправлять. Зато у вас энергия на весь день будет. Даже если попробую пробить там, у вас энергия пакет на защиту. Вот это вот индивидуальное значение. Почему название такое Серафима? Почему название такое? Ну, смотрите, это как бы не относится никаким образом к религию. Есть, как мы говорим, к Творцу, да, самые близкие сущности Света и самые мощные, которые несут энергию как бы любви, это Серафима. То есть, есть ангелы из Архангела, есть хирургии, есть Серафима. Это просто энерархия Света. Поэтому Серафима. То есть, это энергия людей, будем говорить, да? То есть, это устройство как раз на этих энергетах работает. Есть устройства, которые работают с водой. Это два устройства, я коротко покажу. Значит, вот это устройство Метас, который что делает? Превращает водичку нашу, совершенно обменяяя структуру. Это обычное, если мы воду обрываем на ботасе, что происходит? Вот эта сторона. Эта сторона очищает воду очень быстро. И, конечно, мгновенно структура воды становится сопоставимой с водой первозданного состояния. То есть, первозданная вода – это без всякой информации. Далее, здесь же записывается структура пограничной воды и записывается информация, направленная на здоровье человека. Самая главная информация – это активизация собственных сплавных клеток. И самая главная информация – это активизация или включение механизмов саморегуляции человека. То есть, опять же, у нас подсознание этот механизм заложен. Это как ДНК в дорогой клетке. И в любых условиях, знаете, как говорится, что можно попить из мужа воды и организм приспособиться, и мы не заболели. То есть, вот, например, знаете, как некоторые ученые, которые, например, бывают в каких-то очагах инфекции, например, как мать Тереза, да, во время была эпителия, и она не заболела. Почему? Ну, у нее, конечно, очень высокие вибрации. Но в любом случае, если высокие вибрации, значит, организм может в любых условиях приспособиться адаптироваться. То есть, вот, самое главное в наших механизмах – это механизм самоадаптации и саморегуляции. То есть, где наше подсознание знает, как искают ошибки. Опять же, вот этот механизм у нас на протяжении поколений сбился. Поэтому, конечно, хорошо иногда нет, чтобы вот эти все блоги снимать однословные. Плюс это идет восстановление здоровья. Кроме того, значит, здесь работа уже с клеткой идет на межклеточной и внутриклеточной с жидкостью. То есть, вода принимает свойства пограничной воды. Именно та вода, которая может пройти через мембрану клетки и донести информацию к клетке, что должно здесь происходить. Ну, как здоровая клетка должна работать. Вот, поэтому, как раз, вот эти модули, то, о чем я уже говорила, нашу водичку, да, основные модули, с какой-то зависимостью на информацию, это следовали, и они были поражены. То есть, очень мощные реологические свойства. Это у нас тоже на диагностике крови мы делаем, увидим. Это очень мощное антиоксидантное действие. Это очень мощное противовирусное действие. Ну, например, сколько, допустим, если начинается вид, да, инфекционное какое-то заболевание, сколько, какой период длится, вот у нас только в силе, сколько нужно? Ну, неделю-две. Две, вот, смотря у кого, какое-то неделю, да. Здесь, если только человек заболевает, если вы, как я или водички, приложили к определенным местам, ну, коммунным зонам, например, зону динкуса на селезенку, на печень, да, чтобы быстрее, скажем, печень как травала вот эти вирусы, да, справлялась с этим. За сутки или за несколько часов вы снимаете эти проекции. То есть, все вот эти воспалительные процессы можно, как про гинекологию, допустим, да, очень простатично, можно лечиться неделями, и потом мы понимаем, еще и восстанавливать микрофлору нужно. Или здесь вот прямую проекцию проблемного органа предложили, это как скорая помощь устройство работает. Водички попили, и у вас буквально за сутки все снималось, все убралось. Более воспалительного характера, допустим, уходят за несколько минут даже. Неважно, какой орган. То есть, вот это устройство работает как скорая помощь. Как мы говорим, где проблема, где заболела, куда прикладывает. Вот такие свойства, о которых я говорю, остальное все как следствие. Мы не говорим, что лечит это устройство, потому что мы понимаем, да, на каком уровне происходит заболевание. Самое главное нам активизировать собственные защитные механизмы и механизмы саморегуляции, чтобы они сами уже там что-то исправили, какая у нас погонка. И очень мощная, как скорая помощь, например, давление, приложили там к определенным местам, неважно какое давление, регулировали давление. Очень мощное такое действие можно увидеть на чем? Когда, например, ну, самый быстрый, показательный такой эффект это снятие любых болей, либо, допустим, отравления какие-то, может быть, даже слизистые отравления. Либо это хорошо очень видно на рамах. Вот, знаете, как, если рана, даже кофе, вот, клещик просто. Прикладный кофе останавливается, и рана, вот так вот, знаете, как полыня на наших глазах затягивается. Просто на глазах. Есть такое выражение, как на собаке заживает? Да, а это, наверное, сколько там, 10-50 еще быстрее. Что если храническое? Что если храническое? Что если хранические? Да, ну, там, как, что храническое? Скажу, что моментально, что хранические? были лет шестьдесят лет стали делать значит возраст заносить оказался из урплессии увидела как вот шестидесяти лет не какая значит иммунная система нам уже по голову столько везде врачей прошла у мастопоте ей уже назначать операцию там доктор как я ее лечила там и разуме добавками трансфер фактора чего ты вообще не назначает вообще и она попала на отдельность уберет устройство мы приезжаем приходит улыбается улыбается девушка какая-то она смеется она улыбается иммунная система восстановилась до нормы мастопоте не ушла все в шоке мама шоке что дочь вот так вот понимаете состояние здоровья даже резко изменилось не говоря о личной жизни и других каких-то моментах потому что там тоже интересная история произошла это свойство очень много значения вот поэтому ну и нужно увидеть как это работает мощно это на регенерации клеток какая разница всего поэтому очень хорошо заметно допустим если вы получили ожог например крепящим маслом мы понимаем что это месяц восстанавливается можно попробовать то есть узы лопается потом это все долго заживает так вот если вы только обожглись и прикладываете внизу как и сильно в ткань мы делаем и у нас в стихе на заболевание в ткань у нас и вы посмотрите интернет estan российском но но как и вы уж не будут а я не знаю как вот самое в ткань и я не знаю что там если вы можете сказать я прошу вас у меня нет что я понимаю что не важно в петербурге она спасла как специальный вот меня что-то задерживали туда-туда опоздала меня задержали для того чтобы спасти человека за 2 года она не спасла, лежит человек без гуна то есть любые критические ситуации это как скорая кожа, лежит уже человек губы синие, всего скручивая, она говорит я подмешала просто в руку, просто дальше в руку, в правую руку почему, информационно все работает, правая рука принимающая информацию, говорит человека стали пальцы разжиматься, я говорит ему на грудь буквально за полминуты, 5 минут человек порозовел, стал дышать нормально, пришел в себя, уже сел смог, но пока скорая приехала естественно все равно в таком случае нужно скорую вызывать что она пропитала, то есть в рамках не надо стабилизировать у нас было такое, что у него невозможно, когда у него все агверсия была, и плюс у него еще очень высокое давление выбивать нельзя ну вы у него начались три парки плюс еще давление в общем пока скорую вызвали и уже так понятно да развился и прибегают соседи прибегают даем лотос все буквально человек пришел себя так вот когда приехала скорая не давление они говорят следствие какое пришлось они выживаете что человек разбился вот так 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 было ну пока вас дожгается поработать мусора поэтому мы говорим если у кого-то это устройство как скорая помощь это можно любой случай жизни самое главное это же можно взять куда-то вы ездите в самолете кстати говоря при периодах очень легко человек приносит период при смене климата там спадник важно в общем не проблем или даже просто энергетически вы пьете эту водичку идет оздоровление через потому что информация по здоровью через год выносится но остальное как скорая помощь работает вот сама буквально были в Болгарии оступилась в горах как раз были оступилась очень сильная травма ноги был разрыв связок или перегон ночью просто вот с этим устройством на ночь носочек все утром я встаю а был отек ужасный отек был посиневшая нога разрыв естественно сосуды покупавшиеся понятно какой степени травмы все на следующий день я уже хожу как будто травмы не было то есть на любой случай жизни устали в глазах не соображает голова вот сюда имеет свойство прилипать к местах где как-то и нет тренируется даже знаете как нет приболит спина в позвоночек прилили там где-то или на почку вот спит человек и по нему уже перед поворачиваться устройство вот оно как приближается он даже и говорит и говорит ой вот это рад как утратика бывает тяжело где проблема там не припаять лотос общего насыщения что это зрение ну по зрению понимаете как это опять причины потому что если глуп в поликой структуре однозначно зрение снижается кислородное наглажание мышцы слабеют ну то есть это надо смотреть что матрица какая матрица вообще все там а это же небесный лотос да это небесный символ то есть наша компания называется небесный лотос но почему еще спрашивать небесный лотос лотос мы же понимаем что за символ да это символ жизни тем более лотос это такое на стене в том что он в какой воде он может только да вот а небесный лотос это что мы говорим лотос там это здоровье вот это и здоровье психическое небесное как раз психика у нас связано с этими центрами поэтому вот как бы название продолжается лотос как мы говорим опять же ни противопоказаний ни побочных ни каких-то ограничений единственное что это люди которые пьют на воды начинают небольшое количество воды просто чистка может быть у кого-то песочек пойдет у кого-то скажем так дармочку гонять поле постепенно особенно если это пожилые люди но чтобы не было понимаете нагрузки такой организм постепенно там с небольшой бутылочкой день потом допустим через три-четыре дня можно увеличивать это преимущества количество вам хочется вот эту воду как все говорят нужно пить если раньше кто-то биля но его не хочется можно банной принимать там очень методик применения очень много это обычно назначение срок действия не ограничено вот эту струбу становиться тоже это вот наш Небесный лотос вот рветон работать с водичкой тоже ну это совершенно просто Это такое масштабное устройство, такие вещи, на которые можно делать, это вот, знаете, как люди говорят, это просто волшебная палочка, и действительно это так. Если с готосом, не важно, верит человек, не верит, с теракином, с радонитом, не важно, верит или нет, человек, все равно устройство работает. Гравитон, он предназначен, это энергоинформационный фильтр для воды, в том числе, и если мы ставим водичку сюда, тоже здесь вода принимает состояние первозданной воды, то есть всякая информация, то есть и какая хорошая вся обнуляется. Вторая сторона энергетическая, то есть она эту структуру фиксирует, то есть как бы образуется кластер и фиксируется эта структура воды, но вот это свойство, это устройство нам дает, что делать. Вот здесь уже, как бы если вода в целом воздействует на весь организм, на все здоровье, то уже гравитон, здесь можно точечно работать по какой-то теме, например, проблемы с позвоночником, мы можем программировать воду с помощью гравитона, то есть обнулили воду, сняли всю информацию, вода становится как чистый лист бумаги, вот если мы так будем на воду записывать какую-то информацию, так в хаосе она потеряется. здесь как чистый лист бумаги обнулили, и потом если мы переворачиваем на энергетическую сторону, вот теперь мы не можем проговорить информацию, которая нам нужна. И вот все, что мы сказали, вода запишет, и она будет это дальше. Вы выпиваете эту водичку, и в теле начнут происходить те действия, то что вы задали этой воде. есть ли wiem на восстановление зрения на ваш grimace в печ Rings., у вас начнет происходит восстановление зрения, если мы задаем elles восстановление позвоночника, начнет происходить восстановление позвоночника. Если допустим это какие-то рассасывания, чтобы разглоднились какие-то образования в теле, эта водичка будет работать на это. Если, например, нужно суставы, это будет работать и суставы, но здесь уже нужно курсами работать. По 21 дню, потом делать перерыв, потом еще можно. Но, бывает, допустим, с первых уже курсов дней все равно уменьшение вы почувствуете. Особенно, если по времену, когда проводим обучение, как вот этими методиками, конкретно мы раздаем свое устройство у кого-то и учим программировать воду. Либо какие-то вещи можно, не только воду, можно предметы запрограммировать. Тоже последний результат прислали на письмо, как это будет программировать. Один результат, когда женщина говорит, значит, сын уйти сдавать экзамен. Он в это вообще не верит. И она, говорит, задала на Кавитон информацию, что он спокойно идет, сдает экзамен. И, говорит, вот этой водичкой, значит, постирала у башки его. Когда гладила, говорит, я еще и скулизатора, то есть можно просто вот зарядить в это полторы минуты, одна и вторая сторона, долго не надо заряжать. И, говорит, вот это еще погладила, пропрызгала все, погладила. И, говорит, сына, делайте одежду. Приходит после экзамена и говорит, мам, я ничего не понял. И это питерский результат из Питера, я ничего не написала. Вот, мы скоро много результатов, у себя на сайте тоже разместим. Время у нас не пока, видите. Она, значит, рассказывает, что сын говорит, говорит, мам, я ничего не понял. Я, говорит, иду, захожу в институт. Навстречу, говорит, уйдет преподаватель. Подходит ко мне и говорит, Кирилл, слушай, у тебя такая мощная защита, веди первый сдавай экзамен, ты точно сдашь. Он говорит, какая защита, о чем ты умеешь у него, ну, может, видишь, я, да, ну, кто знает, ну, что-то почувствовала. Он говорит, я, как-то она сказала, я пошел и сдал, значит, в уроку сдал. Такого не было. То есть мы можем, как бы, помогать детям, тоже, внукам. Мы можем программировать, допустим, на расстоянии с кем-то можем работать. Например, в Ростове у нас тоже результат, когда ребенок, бабушка, значит, в Ростове, дети в другом городе. И проблема какая, ребенку два годика, это в туалетах. Ребенок, они в паперсе, они говорят, мама говорит, да вы что, ну, ребенок, мальчик, тем более, это же повлияет потом на полную помощь половой системы. Ну, вредно же, целомедляемый ребенок, мальчик, ему бесполезно. И говорит, и как, ну, как он бороться? Я говорю, я говорю, а вы сделайте так, так, так. Она задает информацию, что я мой внучек такой-то, умненький, он сам в туалет просится, он сам ходит на горшочек, он снимает штанишки и говорит, что хочет в туалет. Все, буквально несколько часов ребенок стал проситься в туалет, она, конечно, в шоке. Кто-то может говорить эффект плацебо, но мы говорим, а какой тут эффект плацебо, когда бабушка на расстоянии поработала с ребенком, да, установку удала. Вот. То же самое, допустим, с кошками. Вот проблема у многих, как оказалось, у вас тут уже такие результаты, много таких. Мой личный. А, вот твой личный. Я так понимаю. О, вы тогда рассказывали, когда кошки ходят не туда, куда надо, в туалет. Вот. Что? Тоже задали, сказали, что кошечка умная, она ходит в туалет туда, куда ей положено. Все, и кошка начинает ходить туда, куда ей положено. Это же нужно делать на воду. Можно на воду. Но вот вы тогда говорите, что говорит, я делала не на воду, а что решать? Она чуже окошка. Вот красивая, но вы таки, возможно, она ее вытянет, что она подвесникает. Вот. И это самое, ну, я ее искупала, все решили, горячим, спит. Я положила ей на голову гравитону. Взяла ей говорить, что у тебя там проходят вот эти вот дурные привычки, то-да-сё. Когда перевернула на ту сторону, ты ходишь либо на улицу, либо на горшок, хорошо себя ведешь. А, ну, это у нас будет школа, мы будем рассказывать, как. То есть можно поработать на расстоянии с необым человеком, если какая-то проблема. То есть это называется простраивание какого-то собрития. Это, то есть установка на то, как вам надо, чтобы это было. Но интересно то, что... Скажи, можно? А? Секрасно. Можно? Ну, тебе сложно. Сейчас дают документы, в горло-каналке там оформлять, так далее. Документов не хватает. Здесь стоит маму на ее. Я говорю, берегу гравитону, если там что-то, значит, она, во-первых, проходит первую очередь часа на два. Заходит, переговорит, и женщина, а, вы такая добрая, вы такая эта. Документов не хватает. Вы обязательно принесите, документы принимают, вам все. То есть это даже, знаете, когда установку, что я легко, быстро отдаю документы туда-туда-туда, а у меня принимают. То есть смотрите, вы пространите ситуацию, не надо там чего-то сверхъестественного, своими словами, скажите, что вам надо. Почему это происходит? Мы же с вами тоже, ну, я скажу так, как бочка с водой, да, только с какой водой? Неструктурированной, грязной, вот такой хаосной водой. Когда вы начинаете пить вот такую водичку, ваша внутренняя структура начинает меняться, выстраиваться, кристаллы. Это же молекулярная решетка. Она была вся вот такая хаосная. Так вот, когда вы начинаете с этим устройством работать, даже, знаете, это вот первое время начинает приучаться на воду, да, программировать. А потом уже, как говорится, уже свое тело почистили. Вы уже, как некоторые говорят, я уже с ним на короткое навес гравитона, я тут его возьму, пошептал, и он так сделает, как мне надо. Почему? Вы же свое поле внесли, и он просто вашей матрице эту информацию зафиксировал, и плюс еще на жиркостную среду вот эта информация записалась. И вы идете, и у вас так и будет. Но с другой стороны, как на расстоянии с человеком поработать? Дело в том, что, как вы были, наша мысль материала, да, что существует телепатическая связь. Вот если у человека матрица вся сжатая, энергии не хватает, энергии, мысли не хватает, если вот тут перекрыто, или вот тут перекрыто, не могут ваши слова идти в пространство. И тем более, если у них низкий энергетический потенциал, они не могут в пространство, они в хаосе в этом затеряются. Когда вы начинаете работать с устройствами, снимаете орхозловные программы, вот эти внешние всякие, ваша матрица в этом становится другой, у вас появляется что? Сила мысли, сила слова. И она настолько мощная, что она может построить пространство как событие, в виде события какого-то. Сначала маленького какого-то, да, о чем мы говорим? Потом уже большой какой-то жизненно важный уже событие построить. То есть вот с гравитоном, как мы говорим, он работает уже в зависимости от вашего сознания. Если вы программируете воду, а при этом думаете, вот эта фигня, все это изменяется выражением в ноги, это вы думаете, ничего не произойдет. Вот с гравитоном уже нужно, чтобы человек верил, либо хотя бы знал, что это законы, это главная физика, это законы, почему все это происходит. Это никакая не магия. В магии используются просто вот эти законы, да, те, кто влагеют, они просто используют во вреде это все. Устройства вот эти во вреде сработать не могут. Даже если кто-то начнет что-то расстраиваться с помощью гравитона, какой-то негатив на кого-то не сработает. Это однозначно. Почему? Потому что здесь везде, во-первых, энергия какая? Эфира. Это плюсовая энергия. То есть, а разрушительные слова это какая энергия? Минусовая. То есть, окрутки поля, если будут говорить негатив, он просто начнет перекручиваться и обнуляться, и все. Ну и опять же, как мы говорим, лучший способ это проверить. Вот такой вот, значит, способ проверки вы у нас... Вот, возьмите, приглашите. Нормально, все. Вот. Значит, такую проверку у нас одна женщина прошла, но она сначала не поняла, что это такое, она претензии сначала как-то не видела. В одном из городов, тоже мы читали лица, там были люди, которые сетевой компанией занимались. Вот. Она оккупировала устройство, в школу проводит. И вот она сидит, значит, когда мы до гравитона дошли, уже начали говорить, как можно работать, и она говорит, да фигня все это. Я ставила программу на гравитон, и мне ничего не помогло, ничего не получилось. Я говорю, что вы ставили? Вот мне надо было, чтобы люди пришли на презентацию. Пять человек пригласили, а ни один не пришел. Я говорю, а как пригласили? Ну, пригласила, ну как вот написала, чтобы эти люди пришли? Я говорю, конкретно, как пригласили? Она вот написала, что на презентацию приходит и списком. То есть фамилия и имя написал. Вот такие люди приходят на презентацию. Я говорю, правильно, гравитон этого не сделал. Как это? Ну, он же должен. Я говорю, так а что вы сделали? Вы пытались управлять людей, навязывать себя в голову, манипулировать. Гравитон этого не сделал. Вот это, наоборот, доказательство, что то, что во время другим или кому-то, да, это не получится. Вот и все. И сидит так. Ну, не знаю, дошло, не дошло, но, по крайней мере, очень четко показать это будет. Она говорит, ну, как тогда? А я говорю, так надо было под окону тогда. Как? Надо было сказать, что приходят те или у людей, кому это надо, кому это интересно. Кто будет заниматься, кому и поможет этому человеку. И именно в его ситуации это надо. Все. Подобное притянет подобное. Если надо, человек придет сам. И не надо никаких манипуляций. То есть, мы можем с Гравитоном программировать ситуации. Мы можем с Гравитоном отработать любые какие-то негативные ситуации, в том числе. Это у нас очень мощнейшая работа идет. Это работа через образы. Например, какая-то, скажем так, стрессовая ситуация, неважно, в семье, на работе. Может, скандал какой-то. Может, там у детей что-то происходит, доходящее до развода, да, что-то такое. И мы понимаем, как помочь или как выровнять свою какую-то ситуацию. У нас есть методики, с помощью которых, через работу с образом, через год и Гравитон, можно эту ситуацию буквально перевернуть за 3 часа. Или даже там за 2 часа. И на следующий день все. Ситуации совершенно по-другому. Люди по-другому идут. Люди по-другому говорят. И состояние изменяется. Не потому что стресс, там, или эмоции прошли минуты, а потому что идет так называемое преобразование пространства. То есть, опять же, мы на это заходим, смотрим немножко на другой стороне. Это нам кажется, что это прошлое или это будущее. Изменяя прошлое, мы можем изменить будущее. Поэтому с Гравитоном мы можем отработать какую-то недоступную ситуацию буквально за 15 минут и преобразовать эту ситуацию. И это будет, понимаете, ситуация, даже которая задействована с этими другими. Казалось бы, мы ничего не можем сделать. Мы с помощью этого устройства можем это сделать. Я привожу всегда такой пример. Он стал очень яркий. И так, как большинство женщин сидит, чтобы было понятно, да, почему мы приблизили. Потому что может действительно у кого-то какая-то ситуация, я не говорю, что вы прямо купите устройство и работаете. Вот здесь есть, там есть устройство. Вы можете прийти и на первый случай поработать с какой-то ситуацией, с офисным устройством, чтобы как-то увидеть хотя бы, да, как это работает. И расскажу случай, когда женщина, у которой была здесь выходная ситуация, 50 с лишним лет, в общем, все же заявления падали на развод, невозможно было, ну, скажем, продолжать жить совместно. Причем ситуация неординарная. И казалось бы, вообще, эту ситуацию невозможно решить. Я об этом случае всегда, как пример, говорю, потому что действительно неординарная ситуация. Началось все с чего, что когда она вышла замуж, то вышла замуж по любви, как говорится, в то время девушка вышла, все нормально. Но как только началась семейная жизнь, это, говорит, это был арт. Пока в душе и все нормально, хорошо. Как только семейные отношения, она для этого ужасна. Но очень все нормально. Сефс идеально, все. Как только это заканчивалось, муж становился зверем, извергом, как она говорила, агрессивным. Всяко-разно ее обнимал, даже поднимал руку. Ну, потом уже дети, как-то вот она все это терпела. Ну, вот уже даже, скажем, детей вырастила уже взрослые и терпела-терпела. В конце концов, уже все. Закончилось время это терпение, потому что там еще одна вычина наслоилась. И вот она говорит, ну, как эту ситуацию невозможно изменить? Так вот, когда она об этой ситуации вспомнила, проговорила, она купила сирокин. И вот тоже сирокином иногда бывает так, что человек не понимает происходящие события, и не может найти ответ. И когда начинают активизировать сирокин, начинают первые дни пользоваться, вдруг ему начинают приходить ответы на ее вопросы. И Арсул говорит, я точно знаю, как мне надо его тут сделать, хотя этот вопрос, допустим, не решался в другое время. А у нее, значит, пришел ответ на вопрос, почему ее всю жизнь мучил этот вопрос, почему муж так к ней относится. Казалось бы, наоборот, если жена, мужа устраивает в интимных отношениях, но как носит? А тут говорит, наоборот, все идеально, все нормально, я не пойму, в чем дело. И она вдруг, когда он начал работать сирокином, она говорит, я вдруг вспомнила, это буквально через два дня, он только начал работать, пришел ответ. У нее этот ответ вопрос, царь, это житель. И она говорит, я вспомнила, когда, говорит, только поженились, муж рассказывал, его, вернее, сестра, старшая уже, рассказывала, как у них была в детстве жизнь с мамой. Мама одна была без мужа, простила их, и водила любительницы, когда это было мужчины, любительницы, может быть, выпить. Она говорит, я была поставщик, поделала в этот момент подружку, когда там для них приходили. А его было, для них оставался иногда. Вот они, говорит, забирали его там в кладовую, и чтобы все было на глазах у него, где-то и побили маму, где-то там еще что-то. И как относиться к всем, у него это было на глазах. И говорит, видать, это настолько у него, это же еще зависит от психики, да, насколько детская психика родила, настолько, видать, это в его подсознании закрепилось, что он во взрослом уже мудрости, да, стал вот своей жене относиться точно так же, как к его матери относились мужчины. Она говорит, да, я, ну, а мы говорим, можно изменить эту ситуацию. Я говорю, это как, ну, это же он, это же его жизненная ситуация, это же было в детстве, как мы, как я могу поменять. Я говорю, сто концертов, я кто может поменять. И она, когда мы порекомендовали, как поработать нужно, способ очень простой, буквально две минуты. Ставится на гранитон, это сторона обделения, просто стакан слов. И ей нужно было посидеть, вот так, в руках подержать, или в своей зоне. Этот стаканчик. И просто представить, вспомнить, как муж себя ведет. Ей не надо это детство вспоминать, потому что детство это, это он все точно помнит. А ей просто надо было вспомнить, как муж себя смеет, агрессивно и так далее. И вот это, как, посмаковать вот этот негатив, покрутить его несколько раз, как заезжую пластинку. И что-то про это происходит. Здесь внутри кристаллы. И здесь информация записана так, что эти кристаллы могут объемно считывать информацию обнулять ее. То есть не просто ременье, да, какие-то события, или слова, или мысли, а конкретно объемную, действую ситуацию. В этот момент происходит что? Вода записывает все эти ее образы. Барничка в нее помнит. Вода это все записывает. В этот момент что происходит? Обнуление этих событий, всех ее образов. Как мы говорим, знаете так, побольше посмакуйте, побольше сюда, стопри слюни, слезы. Вот чем больше выплакать, как говорится, вот сюда скинуть, тем лучше. А потом, это минут 10 нужно, 15 погонять, так далее. А потом нужно поставить, вот на эту сторону, на энергетическую. И есть же такая, как раз в облако святое место, что не бывает. Так вот смотрите, в пространстве обнулили негативное событие, и чтобы опять сюда не пришел, нужно запомнить другим чем-то. И вы придумываете новый сюжет, такой, как бы вам хотелось, чтобы было. И она начала представлять, какой ласковый, нежный, как они общаются, да, совсем на другом углу. И потом водичка выпивается. Как бы в психологии есть такие методы, уже обнулили, метод замещения. Но это не, работает очень мало. Почему? А потому что куда? Хорошо погоняли то, ну ладно. А куда? А не освободили место, обновление, нет, понимаете, там уплошенную событию. и самое главное, много энергии другой совсем. Так вот, когда она это сделала, на следующий день она приходит и говорит, вы знаете, все женщины, аж прослезились там. Она говорит, слушайте, я, можно я скажу, я не могу молчать? Вы, представляете, я же, ну вот, сделала то, что вы сказали. И говорит, сегодня утром, я была в шоке. Встали, мы еще на грани развода, но все равно, какие-то там домашние дела и есть. И я, говорит, позавтра, и собирались ехать покупать ему обувь, туфли там или что-то. Я, говорит, сижу еще за столом, он говорит, ко мне походит в свое направление, берет, говорит, мои руки в свои, смотрит мне в глаза и говорит, а Тоночка, может тебе туфель берете? Я, говорит, я у него упору со стула. Говорит, это настолько, он никогда меня, Тоночка, он даже дома не называл. У меня, говорит, не существовало имени. Чтобы он взял, как бы, просто мои руки, я, говорит, подходит, и еще, я, говорит, вся вот отжалась, ожидаю, что что-то сейчас произойдет. Я, говорит, была по этому шоку. Вот представьте, человек всю жизнь мучился. Можно, как бы, если можно так делать, они все, только у каждого свои ситуации. Поэтому, работать с гравитоном, это действительно волшебная палочка. Эта ситуация, можно таким образом поменять любые, в личной жизни, в работе, в отношениях, с детьми, с болезнью, или с нашим здоровьем. Допустим, одну информацию, когда поставили диагноз, или когда произошли какие-то травмы, аварии, ситуации, или еще что-то. И потом представить, чтобы здоровье, вместо, допустим, когда обаник, как произошло, вы поехали в совсем другое место, и, говорит, декай, вы наслаждаетесь, самое главное, как вы говорите, вот в эти позитивные эмоции, и придумать самую красивую картинку, насколько позволяет ваших фантазиях, им бойтесь фантазировать, придумывать хорошее. Чем красивее картинка, чем красивее фантазия, тем мощнее вибрационно будет вот это вот, фиксироваться новый результат, тем мощнее будет результат. Поэтому вот это очень уникальная вещь. Я уже не говорила, потому что можно с фотографиями на расстоянии работать, можно чистить учебники, даже если вы почистили учебники, ребенок лучше учиться, начиная эту форму, в школу начинает ходить. Это можно планных принимать, это можно... В общем, это вот столько много можно всего делать, там и на уже номинал методиках по учению. Иначе можно, знаете, о нем, наверное, неделями рассказать, веселыми месяцами, что может вот это уникальное устройство. Это вот правительство. Это вот 4 базовых основных устройства, которые у нас как мы говорим. Вот это, ну, как мы считаем, это необходимо в каждой семье, каждому человеку. Есть, допустим, другие разработки. Вот это уникальнейшее устройство, такое небольшое, маленькое, это ДПС называется. Это устройство для детей. Опять разработано. Почему? Ну, во-первых, по просьбе родителей, потому что много проблем с детьми и просто такие проблемы, которые не решаются у нас, и в поздоровье в том числе. Во-вторых, мы столкнулись сами с той ситуацией, когда, допустим, в семье чаще всего рода них берут женщины, снимают условные программы, а папа или мужчины этого не понимают, либо не хотят, либо неполная семья, и получается, мама-то с детей сняла свою программу, папа или на ней не остается. И они говорят, а там понятно, раз папа ушел, какая там ответственность. И у ребенка проблемы со здоровьем, и психики много. И, допустим, много каких-то личных уже, допустим, блоков, каких-то комплексов, страхов, и что делать, и что теперь, ребенку ждать пока не там 16-17 лет, чтобы он с родоником сам работал. А что до этого будет? Ребенок вообще будет и болеть, еще усугубляться будут проблемы, еще и деградировать будет в таком обществе. И несмотря на то, что все-таки у нас мало времени, мы смогли сделать это устройство и назвали его Дельвейс. Это устройство для восстановления психического и физического, для гармонизации психического и физического состояния ребенка. Вот уже практически, да, важность этого красного находка к этому устройству у нас. Здесь результатов много, результаты потрясающие. Если кому-то интересно, то вот у нас есть буклетик, там идет описание устройства, коротка на сайте тоже есть. Но вот то, что описывается, что делает Дельвейс, это на самом деле как и происходит. Значит, самое главное, дети перестают болеть, у нас очень много результатов двух на смотарах. Там просто у нас группа психологов, аналитиков, вот они очень, как говорится, въехали в тему, в эту убийство, поняли, что к чему, и начали активно пользоваться. Причем они стали Дельвейс против только своих детям, а еще даже родителям. Просто они понимают, что у нас прошлое, настоящее и будущее находится здесь. И они говорят, какая разница? Все проблемы же с детства поживут. Поэтому они, родители, говорят, вот это вот, ну, будут они пользоваться Диангой, если Дельвейс дела, говорит, и мама пользуется. Тоже на результат, вот, если. Так вот, значит, дети, которые были постоянно на больничном, мама сидела по два, ну, раз в два месяца, или в три месяца, дети перестали болеть. То есть вообще нет. Только-только начинают заболевать Дельвейс, водичку под подушку его, все, везут, а ребенок уже здоров. У детей, у всех, у которых были аллергические, заболевания серьезнейшие, у всех ушла практически аллергия. Причем дети, которым можно было попасться, пересчитать, что у нас мужик. И вот мы приезжаем в Краснодар, приходит мама с этим Кириллом, приносит ему пакета конфет, и он на моих глазах там попасться, чтобы эти конфет попали, да, я бы такая, это немного, и она, пускай ест. Он со свое время не ел конфеты. Вот сколько надо, пускай ест. Да, представьте, ребенок такой, ребенок был. Дети начинают, среди детей в Удельбейсе заложена программа снятия программы родословной и по папиной, и по маминой. Но снимаются только с ребенка, с самих родителей эти программы не будут сниматься, потому что взрослые это уже люди, скажем так, сознательные, да, они можно сами снимать с его родословной программы, если захотят, а дети не должны нести вот эту рвусть. То есть по родословности ребенка снимается по обоим, скажем так, родословным линиям. В Удельбейсе это тоже в Удельбейсе индивидуально, Далее, значит, это устройство что еще делает? Снимаются страхи, снимаются фобии, снимаются какие-то комплексы, у детей начинают раскрываться таланты, то есть все дети, которые пользуются Эдельбейсом, у всех вот у нас в Удельбейсов, да, все лучше начинают учиться, однозначно, у всех какие-то таланты начинают раскрываться. Кроме того, здесь заложена программа снятия зависимости от компьютера от всяких вот этих игр, вот, и результаты тоже там 14-летний мальчик, который тут зависал за компьютером, невозможно ничего было сделать, там уже, говорит, это до скандала. Говорит, постепенно, ну, там, за два или за сколько месяцев, говорит, стал уходить от компьютера, сейчас, говорит, час-полтора-два, вот то, что им нужно, подойдет, стал улетаться спортом, занялся спортом, а то сидел, говорит, белый, бредный, да, как она говорит, только за компьютером. Кроме этого, значит, результаты еще какие, и самое интересное то, что, знаете, ребенок начинает проявлять, скажем, себя, как личность, то есть уходят, снимаются с детей, стереотипы поведения родителей, и стереотипы реакции на какие-то события, родительские программы, и стереотипы, это очень важно, потому что мы понимаем, вот эта личность, она должна развиваться, накладывается стереотип, все, ребенок себя под голову ведет, так вот, дети начинают проявлять, собственно, и я, очень такой заметный результат, это вот тот же Кирилл у нас, какой самый первый, потому что нельзя его устройство, у них ребенок один первый, часто болеющий, то есть, значит, мама, психолог, вот она говорит, в садик придет, вот ребенка как-то садили, допустим, с машинкой, вот он говорит, мы сидим и полыкаться с этой машинкой, Кирилл, иди сюда, иди сюда, что-то сделать, вот он, такое понятно, что у ребенка вот такого плана будет, говорит, сейчас, буквально через месяц-полтора, ребенка стала не узнать, он стал заводировать, он говорит, все дети организуют в игры, воспитательница уже говорит, господи, это что такое, кто тут воспитатель, я и Кирилл, дедушка, говорит, стал строить, дедушка, приходит, там, замечание сделал, говорит, подошел, крикни на него, он подошел, он серьезно смотрит, говорит, дедушка, че тут учишь, не надо на меня кричать, я же большой, я все понимаю, ты мне это, только скажи правильно, и все, говорит, я пойму, не надо на меня кричать, дедушка говорит, посадок, то есть, дедушка, совершенно меняется, совершенно другими становятся, вот это уже немаловажно, но однозначно, что, перестает болеть, начинает развиваться, начинает лучше учиться, и у нас результаты даже есть, с детьми, с минонставами, это когда уже диагнозы поставлены, это у нас на Урале, такой результат, девочки 16 лет, уже все-таки больше, буквально тоже за месяц, полтора, то есть, это не надо полгода, долго ждать, это буквально в течение месяца, там, уже начинают эти результаты, у ребенка были страшнейшие, ходы и страхи, то есть, ребенка невозможно было вывести на улицу, она притарала, как будто ее режут, трамвай, автобусы, большого скопления людей, а им нужно было ехать, с синдром, как по-моему, севастопольной дирекиной терапии, но семья, как бы, достаток хороший, они не могут ехать, потому что проблема у ребенка, вот, короче говоря, через несколько месяцев, это 3-4 месяца прошло, они смогли съесть, и даже не видно, не боялось уже, то есть, вот, ребенок уже адаптировался, причем, у ребенка стала более связанная, речь, совершенно в другие сумки, то есть, педагог отметил, говорит, это вообще, вот буквально летом она не видела ее, на домашнем обучении, где ребенок совершен на уголь, то есть, вот, это просто обидно, что у ребенка пошло, где-то подкишки очень слегка, поэтому, устройство очень интересное, результативное, просто потрясающее, и у вас уже здесь, тоже есть результаты, те, кто любит, и вам не пользуется, способ применения очень простой, значит, восстановление здоровья, это, заряжаем водички, заряжаем водичку, можно в бутылочке, и поедет ее воду ребенка, ну, хотя бы, и торги, чтобы ребенок этой водички налевал, далее, это устройство так же работает, там, скорая помощь, то есть, если у деда что-то болит, дети уже, у кого-то, и знали, лучше, если ударились об стол, говорит, Госяк ударился, и сразу сдулась шишка, не плачет, бегом за Д-рейсом, приемли, и все, пять минут, более шла, больше всего, и самое главное, что очень быстро, вот эта гематома рассталась, даже с веревки, то есть, как скорая помощь, может быть, если ребенка, благословит сон, это, прямо, нужно под подушку, или в ноги класть, в зависимости там, какие нарушения, или нужно смотреть, уже куда лучше, уже ориентироваться, и далее, значит, мы сделали способ применения, потому что дети, например, в садике, потеряли его в школе, потеряли его воду, вы просите, для них это идициально, да, поэтому для этого, дома, когда ребенок, можно, чтобы он носил, это у сосудов, где-то, кармашки, или где-то, или, как хотя бы, периодически держал, а вот если ребенок находится в школе, в детском саду, просто можно брать фотографию ребенка, класть на одну сторону, допустим, минут на 20, на 30, а потом на другую сторону, пока ребенок в садике или где-то, фотография, чтобы находилась вот здесь, через фотографию, через фонтон ребенка, будет создаваться очень мощная защитная, оболочка, то есть ребенок не попадет в какие-то истории, он не притянет, агрессию, грани, там еще что-то, если эта школа будет гармонизироваться взаимоотношения с учителями, то есть совершенно, будет другое поле, будет уже, и естественно, лучше учиться, будут страхи, комплекс, если кто-то боится отвечать у нас, если человек не пользуется, устройство просто лежа, у того результата нет, кто этим пользуется, мы говорим, ну слушайте, ну вот, настолько люди ленивые, ну уже, чтобы взять, зарядить водичку, да, и сказать пару слов, там, предложение какое-то произнести, это буквально 3 минуты, ну правда на это много тратится, времени нет, все будет, все-таки, зависит от самого человека, вот, то есть это и другие вещи, значит, есть еще другие у нас устройства, если кому-то интересно будет, информация есть на сайте, информация короткая, здесь 2-х летит, как можно посмотреть, значит, вот об этом устройстве, скажу, это новое покорение устройства слив, это устройство по энергоинформационному очищению пространства, обору офиса квартиры, там неважно, где она находится, здесь вот же вы видите, видите, такие модули большие, это как раз выращенное, 7 модулей идет внутри, значит, что преобразование пространства, то есть снимается вся информация, неважно какая, то, что накопилось, вы знаете, с какого времени квартира существует, вот все, кто проживали в этой квартире, они оставляют не только свои фантомы, следы, информационные, все, что происходило в этой квартире, все в пространстве записано, то есть весь негатив, особенно если больные, люди жили там, скандалы были, криминалы, представьте, какую информацию несет это пространство, и даже семья, вроде бы, нормальная заряжает в такую квартиру, но у них начинает что-то происходить, то есть мы понимаем, что это действительно, опять, это информация, которая нас окружает уже, вот это устройство, слив, оно позволяет нам обнулить всю информацию в квартире, то есть опять, ну, если, допустим, там, священники чистки делают, да, бабушки, молитвами, сечами, это просто энергетику, они немножко, как говорится, погоняли, а информация остается. Здесь идет именно энергетическое и информационное очищенное расставство. Кроме этого, нейтрализуют действия сетки Харкмана, если проходит, нейтрализуют действия геопатогеновых зон, то есть сама зона никуда не длинница, сама сетка Харкмана никуда не длинница. Ну, если кто-то не знает, что такое сетка Харкмана, это у нас силовые линии такие, по земле проходят, да, и на пересечении этих линий, вот как тетрадка в клеточку, да, вот так же у нас, и на пересечении этих линий как раз у нас образуются вот эти не очень хорошие зоны. И в любом случае, в любой квартире такая зона есть. Это ладно, у вас где-то эта зона, ну, такое пространство, где вы, например, не находитесь. А представьте, если в этой зоне кровать стоит, диван, где вы отдыхаете, это вот минусовые, которые ли вас как не закрутки. И в этом месте человек вроде лег отдохнуть, а он не высыпается. То есть, потери энергии еще больше. То есть, вот это устройство, ну, что делать? Зону никогда не делаешь. Просто, вот эти потоки энергетические, если была воротка, вот это перекручивается вправо с торговью закручиваем. Вот и все. Кроме этой нейтрализованной... Ну, я на диване была, ну, я не по этим, а сибиротом. Прорывала, что через день-два потом проверила, нету... Ну, вот эти зоны можно рамочными проверить, кого есть в элокационной рамке, это метод радиостесии. Можно вот такие места проверить. Что еще? Значит, нейтрализует выделение химических времен и соединения к длинному формальной недели. это то, что у нас выделяет мебель, любая мебель, линолеум, пластиковые окна и так далее. Любые бетонные стены это тоже выделяет. Поэтому иногда, если вы посмотрите, безопасно ли наше жилище в интернете наберете, там много, но почему? То есть об этом знает Семерная организация здравоохранения. Вот есть эти квартиры, места, из-за чего? как влияет на нас в это пространство, что разрушает нас. Кроме этого, устройство что делает? Значит, идет гармонизация с биоритмами Земли. То есть вот в этой зоне, вот, например, у нас Землетрясение, да, ваша зона. Мы понимаем, что это влияет, уже магнитное поле вле Земли влияет на нас. То есть если у вас находится сесирот, вы этого даже не ощущаете практически. Но это важно для тех людей, у которых давление сердца, да, позвоночник очень сильно не будет. Ну и кроме того, что это, как мы говорим, техногенный фактор, да, инвестируется вследствие этих факторов этого устройства, кроме этого, оно еще и нейтрализует так называемые, скажем так, воздействия с ней, например, когда человек идет с целью навредить, то это устройство, оно, ну, такое поле создаётся, это как вместо силы в квартире. Причем, это устройство, оно тоже, как сирохим, например, да, оно индивидуально подстраивается, так же сирит, оно индивидуально подстраивается под ваше пространство, под ваших жильцов. То есть, кому не хватает энергии, он там будет добавить дополнительную энергию, если перезбыток, он как бы будет немножко гармонизировать. Причем, если зона какая-то негативная внутри квартиры, он будет вот это вот так. Как только здесь почистилось, он своей расширяет вот зону действия. Где-то менее 30 метров он работает. Но если только сюда пришло какой-то негатив, например, может быть, человек негативный пришел, то, как бы, сирит, он начинает сужать зону действия, направляет ее больше туда, где вот этот негатив. то есть, можно сказать, он сферически работает, он такой вот, дышит, как он дышит, да, так и здесь. Если негатив, он больше сюда. Далее он уже расширяет свою зону действия. Так вот, если человек, который идет с целью навредить, вот этот человек даже не сможет переступить порог вашего духа. Пуле будет же летать, это уже много нам таких случаев рассказывает. Если человек именно с целью навредить, почему? То есть, если он идет с такой целью, это очень низкие вибрации. Здесь ничего такого нет. А сирит создает какие-то задумки? Правосторонние. Это можно примерно, знаете, с чем сравнить? Когда идет поезд. Если человек опаздывает, как он против кода или походу запрыгивает походу. Ну вот вы видите таким модем. Походу всегда. Почему? Потому что походу вас как бы поток вносит в хода. Если кровь в хода вас снесет. Так вот здесь как раз так и получается. Идет правосторонняя закрутка. Если человек идет сильнейшим негативом, целенаправленным особенно, его просто этим потоком снесет. Он не сможет. Знаете, как у нас одна женщина рассказывает, говорит соседка все время то соль, то сахар, ну как обычно, то угостить пирожками, то еще что-то. Только, говорит, разместила сферит, буквально на следующий день приходит. И говорит, я, говорит, открываю дверь, ну заходи. Она говорит, только ногу занесла. Ой, у меня голова заболела. Повернулась уже. А второй раз, опять на следующий день. Только, говорит, в двери, опять что-то. В общем, три раза, говорит, все, потом только трезво. Но интересный у нее случай был, как только она разместила устройство, значит, они в своем доме, у них овальные, большой, вот эти дубовые столы, такие тяжелые, да, в гостиную, скорее. И говорит, на следующий день, говорит, я уже на работу, звонит мама, говорит, я не знаю, что такое творится. Значит, приезжаю, говорит, стол, лежит крышка стола, лежит, ну человек 25 может за этим столом вместиться. Вот эта крышка массивная лежит на полу. Скатит, говорит, значит, мы, говорит, завтрак, когда занят там сахар, соль, еще, ну все, вот это вот осталось, там, кремница, конфеты. И говорит, вот это вот скатит, вот с этим совсем, говорит, такое ощущение, как будто у нас на листок. Вот так сняли, он не на переложили, и лежит рядом со столом, ничего не перевернулось, не рассыпалось. И говорит, когда подняли крышки, ножки с того, вот как бритва отрезаны. О чем это говорит? Это говорит о том, вот когда у человека начинали какие-то программы сниматься, мы говорим, как порча, То есть выход, выписка, может быть, через кашу, через соль, я там, через психику. Так же и здесь, видать, вот соседка, соседка, что уже, как бы говорить, но значит, что-то было через продукты. Может, угосяла, мы очень часто я чаю, мы попива, откуда мы знаем, почему она белая. То есть вот эта порча, она, знаете, есть такая точка сберки в филансе, да, когда идет выбор из программы, то есть вот это событие, как бы вот эти все, они вот так в точку собрались, и как бы вот исчезли, обнуления произошли. Так вот стол, видать, вот ножки, да, представьте, сколько много он взял обнулилась информацией, что он как бритва нишки были обрезаны. Взял от себя, но она как жалко выбрать, этот стол дорогой, но он ремонтирует, ничего страшного. То есть вот таких вот интересных случаев очень много. То есть устройство работает на пляжах. Вот, были такие моменты, когда люди не могли долго продать дачу или по квартиру. Почему? Или у нас, кстати говоря, вот те, кто работает с недвижимостью, тоже пользуются, потому что иногда квартира вроде бы хорошая, но вот ходят, смотрят, и не покупают. Почему? А потому что люди, они эффективно чувствуют, вот так же, как вы чувствуете, легкие человеки, или тяжелые, прямо так и говорят, да, вот как вкуснее, а другим, вот она вроде бы, как бы не плохой человек, но так тяжело. Да это столько много негатива, значит, сам человек хороший, а вот программа, много в его поле. То же самое наши квартиры. То есть квартира может не продаваться, и ремонт, и все, пришли посмотреть, ушли. Человеку просто некомфортно здесь, вот. И когда люди почистили, там месяц, два, три, почистили с фиита, квартира начинали просто продаваться. А так было, например, продвижно. Поэтому, да, интересные моменты на даче, размещала. Одна женщина рассказывает, что у нее постоянно в сезон, когда химниг начинался, заявил, постоянно снимали в отжарных воровали, вот, и говорит, уже, мы работаем, говорит, как-то, ну, работаешь, поняли, что уже кто-то тех, кто-то знает, что у нас нет. И когда разместила сквозь, все, в горы, мы перестали обходить стороной. Вот, соседи, тоже, говорит, там, видать, чего-то делала соседка, говорит, стала сторониться, перестала здороваться, даже, говорит, за горькой, и тут, как подняли. то есть, у всех, вот, разные, какие-то, интересные результаты, вот, на даче, у тех, кто размещает в Москве, у нас, вот, женщина, не, она, продажа пошли, в одном, не могла развести, тренинг, говорит, полгода, представьте, купила устройство, есть, полгода, говорит, вошел в машине, не могу довести до магазина, каждый день в магазине бывает, там, выручку забирает или что-то, не могу, не дают размещать и все. А в этом магазине тоже самое, плакарная, у меня низкая выручка, там, продавцы не держатся, и она там, Валерий продавит все время, он, вроде, долго работает, и говорит, а я тут программа, она, я понимаю, что-то там такое сильное, что не дают даже разместить, но все-таки разместила потом, вот, и, то есть чувствуется. Это тоже индивидуальное, это помещение. Нет, допустим, смотрите, ну, вообще, знаете, допустим, то, что та информация, которая обнуляется, она уже не вернется вложат. Но если у нас некоторые, как говорят, я возьму сначала себе, если вы висит у меня, потом детям, да, мне что-то повисел по числению, там, в магазине, или в офисе, например, что-то повисел. Конечно, можно так, но сетка кармала все равно будет влиять, да, вот эти зоны будут влиять, новая информация будет накапливаться, вот, как бы защита уже, квартиры не будут, легко будут проникать в гель, не очень хорошие люди, например, которые не очень хорошего чего-то живают. Вот, можно, конечно, и так, и так, но обычно как? Детям тоже дают почистить квартиру, потом все равно они для себя уже покупают, потому что чувствуют. Одна женщина, говорит, только вот почистила, первый день она заместилась с Филипп, говорит, приезжает дочка в гости, заходит, говорит, с порога прямо, слушай, мам, что-то как-то у меня все будет, слушай, говорит, ты что делал, у тебя вот, как бы, как бы, в горах пусту как-то зума пахнет, вот запах зума, то есть представляете, какая энергетика, это все еще есть, это называется, да, вот, поэтому, как бы, можно конечное перемещать, но это уже, у кого, у кого какие-то вопросы, запросы, также срок действия не ограничен, остальные, по остальным, если, еще раз, на сайте, есть устройство щит, это уже узконаправленного действия, есть устройство, оберег, это устройство узконаправленного действия, это люди, которые работают, скажем, доктора, психологи, консультанты, адвокаты, юристы, судьи, следователи, те, кто работает с, люди с социальной службы, пенсионных фондов, те, кто работает с лидьянками, с людьми, где люди, им все время какие-то, жалобы, скажем так, и загружают человека, то есть здесь уже, это же не порча, это же не воздействие, это вы сами, по роду своей деятельности, скажем так, открываетесь людям, и они весь негатив грузят, поэтому вот это устройство, именно для такой категории, и это узконаправленное, особенно, кто делает уже диагностики, доктора, диагностируют, то есть снимается во время взаимодействия с человеком, снимается тут же, чужая информация обновляется в поле, она не остается, как обычно, и допустим, идет сонастройка, допустим, доктор-пациент, в этом случае, легче ставится диагноз, легче, доктор выходит на проблему, то есть сонастройка, более информационная, и нет, скажем так, каких-то блоков, которые не позволяют точно выйти на диагноз, либо он решит какую-то проблему. Это у нас доктора уже отмечают, что легче с пациентами приходят домой не уставшие, как раньше, то есть силы еще есть, дома что-то сделать, вот, и, ну, как одна доктор сказала, вот самые такие негативные пациенты, которые проблемные, были, то есть претензии, да, вот они вернулись к другим докторам, то есть, ну, более комфортные стала работа. Это сохраняет, наверное, ну, если у каждого доктора такое берет, куда же этим пациентам-то деваться? Ну, как он, да, при нем? Конечно. Есть, допустим, устройство, это тоже уже, как бы, вне общей, вне личного назначения, то есть, получается, у нас личный, это серафин, защита органита по родословным, это влезь, да, щит можно всем, это отражатель атак каких-то, это тоже уже, ну, определенная категория людей, которые понимают, что на них какие-то воздействия все время идут. Щит очень мощный отражатель, он как бы скалирует в нашем поле, и если что-то сюда направляется, какая-то информация, он просто очень быстро обнуляет, отражает эти атаки. То есть, не назад, а именно, обнуляет информацию. А берег личный, а вот щит можно пользоваться всеми, там, или кому-то, или, допустим, кто-то работает в кабинетах, человеку, если он пришел, никакой, можно дальше, то есть, если ситуация какая-то возникла, можно снять программу. И, гус, авто, это устройство для автомобиля и других транспортных средств. То есть, это устройство, нейтрализурую негативные программы на автомобиле, вот так же, как в квартире, у вас, да, есть информация негативная, разрушительная. Автомобиль, точно так же, как человек имеет порченную, говоря, и на автомобиле это записывается, то есть, это уже нейтрализует вот в автомобиле. Кроме этого, идет самостоятельно водитель автомобиль, то есть, водитель более четко будет себя вести за рулем, более лучше реагирует на какие-то ситуации, если даже аварийные. Вот, ну, как мы говорим, правило есть правило, и поэтому человек должен, правильно все-таки водитель должен соблюдать, это раз. Вот, кроме этого, сокращается время крути, здесь интересно тоже, работа со временем идет. Вот, снимается с автомобиля программа аварийный, то есть, автомобиль как бы чистенький становится, вот, из-за его поля вычищаются, если не могли, допустим, продать автомобиль, может быть, легко продается, как у автомобиля уже, вот, то есть, тоже много каких-то свойств этого устройства, можно даже как пассажиру, если кто-то боится на маршрутке ездить, либо на самолетах летать, вот это устройство уже просто можно его активизировать, как там формула активации, ну, допустим, я водитель, продаваривается фамилия и имя отчества, вот, дальше движение макроавтомобиля продаваривается, и движение легкое, свободное, безопасное. Это как вот ключик, который включает ту программу, которая внутри на безопасность автомобиля на снятие программы. Вот, а если это самолет или другой ветра, так, где вы пассажиры, вы проговариваете, допустим, я пассажир, маршрутки такой-то, вот, движение такое-то, безопасное и так далее, или самолет, например, вот это устройство работает с любым видом транспорта. Это не личное, то есть, если в семье, например, могут водить автономик, сын, дочь, или маму, или жена, муж, кто садится на руль внутрь внука, первый раз надо садяться, просто вот внука говорили, потом устройство на себя, вот этой стороной к движению, это простраивание на дороге, кому будет зимой на улице безопасность, этой стороной в себе, можно, вот эти водопейчики, да, подвешиваются, подвесить сюда, можно в карман, ну, кто-то, конечно, на стекло. Лучше всего на себе, почему? Потому что, когда на себе это устройство гармонизирует психоэмоциональное состояние водителя, лично на него работает, чтобы человек, допустим, в какой-то ситуации не потерялся, не растерялся, вот, и в том числе, если даже человек, например, после стресса садится за руль, мы понимаем, да, что, кто знает, как он может там себя вести, поэтому, вот это устройство очень быстро выводит из состояния стресса тоже водителя, то есть, это вот на себе. Женщины что отмечают? У нас очень много таких было результатов, когда, допустим, автошколу заканчивает на вождение, на права, страх садится за руль. Или у нас были женщины, которые во время учения, когда практика начиналась с вождения, не брали это устройство, то есть вообще не получалось водить машину, но даже, когда начинали учиться уже практически, берут устройство и говорят, ощущение, как будто я сто лет за руль, то есть, вот полное как бы слияние и понимание вот автомобиля как и что делать. То есть, страхи, вот эти вождения тоже убирают устройство. И, значит, здесь еще такая функция занужена, что если, допустим, автомобили, если были представители со сколками, со сколками, в Москве, все, жаждали встречи с нами, они начали при встрече, значит, им стало интересно, говорят, вот мы придумали такое, значит, мы хотим создать как бы в Японии как где-то там такой жилет для родителей, автомобиля, который, допустим, он садится, там жилет, там датчики стоят, значит, какой-нибудь там напульсник на руке, чтобы этот жилет измерял состояние, давление, значит, состояние, как бы, стрессовое, ритм, пульс, сердцебиение, чтобы выдавал, как бы, да, в каком состоянии человек. и они говорят, вот вы вот такое разработать хотим уже, как бы, вот, там, какой-то японской аналогии, мы говорим, ну и что? Ну, они вообще с нами встретились, что-то, знаете, как-то, давайте вместе что-то придумаем, у вас такие разработки, а давайте вместе. Мы говорим, слушайте, ну что жилет, хорошо, изменим, что лицарей, какой-то стресс-водительный, у меня вот давление, у меня вот это, и куда мне ехать? А ехать надо? А ехать надо. Вот, да, хорошо, дальше, даже если ему не надо срочно ехать, ну, у него это состояние дальше, что, бежать в больницу, а ему на работу или куда-то, да, ну, или все равно, филарить. Вот. А как работает так? Даже если у человека и такое состояние, он активизирует, у санта, его состояние гармонизируется, выравнивается, энергетически наполняется, психическое равновесие, спокойствие, все, а если он становится спокойным, значит, плюс тоже приходит в литр, да, кто, который, нужно, все, то есть здесь, как бы, тоже психическое равновесие и все вот это вот заложено. Поэтому, когда он почитал про гусат, говорит, о чем вы делаете? Ну, для богатых, если так уже, не знаю, чем заняться, ну, пожалуйста, говорите. Все, все очень просто, вообще, все очень просто, просто очень много усложнили. Вот, надо просто понимать суть происходящих процессов, и все. В конце концов, когда человек, какое-то определенное время работает вот с этим устройством, никто говорит, что теперь зависит нам от них. Мы говорим, ну, смотрите, ваш выбор. Вы можете пить воду обычную, вот, пускай она будет самая чистая вода, но она пускай. Тут столько много информационной грязи, пока она сюда дожила. И вот это, представьте, мы эту воду пьем, она, конечно, механически, химически будет чистая, может, богачерная, может, там, агничная даже какая-то. Но мы пьем эту воду, и наш организм должен тратить колонсальное количество энергии, чтобы ее переинструктурировать, чтобы она усвоилась, эта вода. А вот, а если можно перебью на эту тему? Недавно, вот, первому каналу, вот, вот, передача была, ну, вот, про экстрасенсов, там, вот, который сам себе режиссер ведет, и вот он вел эту передачу, они давали какие-нибудь задания экстрасенсам, и вот в одной из передачи было, в общем, задание им дались водой. Четыре образца воды, одна из цветового источника, одна из крана, одна из магазина, а одна, в общем, парень взял, рюкзак проехал по метро, в час пик, вот, и они, ну, в общем, все однозначно энергетически определили, что, вот, ну, святого источника, она хорошая, эти все плохие, которые из метро, это вообще финиш. И химический состав, в лабораторию сдали, тот же самое, все было подтверждено. Да. Метро информации негативной по наклакалке, То есть, когда они ее структурировали, но они ее структурировали, Ну, немножко почистили все равно. Структурировали методом заморозки, ну, понятно. Так же, как у нас прибора снять, она вроде как вся стала нейтральная. Ну, нейтральная, не нейтральная, она может быть, это как-то доказать нужно, что она нейтральная. А не химическим составом? Все равно это лучше. С одной стороны, это лучше. Но только смотрите, где замораживать? Если вы замораживаете холодильником морозильной камеры, вот эта морозильная камера должна быть предназначена только для воды. Потому что есть такое пища, мясо, пельмени, еще что-то, вот эта вся информация тянет суть. У нас просто женщина одна, когда пользовалась гравитоном, рассказала о своих случаях, она решила почистить, то есть им можно чистить всю одежду, предметы, все что угодно, пищу, пища становится совсем другая по вкусу. А если в этой пище много химических всяких добавок, как вредных, и если там использовались такие элементы химические, которые блокировали некачественное, некачественную состав пищи, это вот когда пропадает мясо обрабатывание, знаем, что он, да, и он вроде вкусный, это организма, а потом туда вложили, и все, и вроде мясо как мясо. Так вот гравитон это все проявляет. Если пища была обработана и некачественная, она сразу, вы знаете, как в Тарасе, у вас, кстати, здесь в Казахстане, женщина, говорит, колбаски свеженькие, вот эти украинские на сковородке поджарены, такой аромат, принесли в скворчатку. А я, говорит, гравитончик подложила, и, говорит, буквально 3 минуты, говорит, ужасный, злобонный запах, потому что он уже не поняли, я, говорит, так скрюкалась от колбасы, значит, что, использовали какое мясо, уже, извиняюсь за разрушение, потому что у меня мясо уже испорченное, обработали вроде ароматизатора, все, и не топило. Вот, то есть гравитон проявляет, она, говорит, вызвали официанта, он ничего не понял, ну вот же, я принес все нормально. Второй раз несет, заменили, то же самое, но потом она, говорит, ну я же не убедю, что мы тут на этом. Вот, отказались просто от этого. То есть, вот, гравитон, он еще как с камерой проявляет, весь вот этот незатей, тот же. Так вот, она, женщина, решила почистить холодильник, потому что понимает, что там продукты портятся, все равно, и где-то сметаны, где-то овощи, да, понимаем. И, говорит, я решила на полчаса, и забыла, на ночь остался. Утром стою, открываю холодильник, говорит, чуть не упал, плесень, вот слой плесени на холодильнике внутри. Представьте, насколько лень, да, вот эта вся информация, даже информация, это вот, из пространства, вот это все, вот собралось на стенках этого холодильника. Так что, вот, можно пролетоном чистить что угодно. И снимают какие-то распаливные процессы, более, да, потому что мы с вами, жидкостная структура, мозг более чем на 96% из воды. Сколько жидкости, да, у нас. Поэтому устройство очень хорошо работает с телом, как мы видим, как скорая помощь в том числе. Поэтому здесь у нас, значит, устройство, еще раз говорим, сертифицированное. Здесь наше представительство у вас. Лариса Ивановна, наш представитель здесь. Вот, далее, можно, мы приезжаем, проводим лекции. Сейчас, вот тут я, то есть у тех, кто были на выставке, мы этот аппаратный комплекс привезли сюда. У нас практически много специалистов нет на этом уровне. Я пока вот единственный специалист, но и метрюки про шифровки это уже мои люди. Есть программы пиратские, всякие разные, кто-то где-то покупает, что-то подобное делает, мы-то, знаете, посмотрели, где, чего там, без всяких расшифровок и непонятно что. Вот, учеников было еще лет 5-6 избрать, не смогли справиться люди, скажем так, не то, что справиться, а не посмотрели на то, что цель людей сделать диагностику как можно больше с другом человека. То есть, не расшифровать, сказать, у вас вот это, у вас вот это, вот так. Ну, то есть, не понять, не помочь разобраться, раскрутить, как говорится, вот эту макету, а именно, вот забыкать, что вот все так много. Сейчас вот в Казахстане пока единственный человек обоих его обручает, у вас будут уже специалисты, которые если вам там как раз почему бы так было, у вас уже тут будет своя диагностика, потому что мы не можем чисто физически уже успевать без этого. И будет возможность, если кому-то будет желание привести свои близкие к родственным, посмотреть, что там, какие искажения. Ну, и самое главное, это отслеживать, как вы говорите, диагностический комплекс, это уже как раз Лариса Ивановна тоже приобрела, вот уже где-то делали на выскорке, это тоже хороший, такой мониторинг. То есть, если здесь у нас внешний программ и внешнюю энергетику, да, мы фиксируем вот на адаптометрии, а лотос это уже внутренняя энергетика. Поэтому, иногда бывает так, что у человека матрица в общем, большая такая, человек идет делать диагностику на комплексе лотос и на динамике, а там все на гулянке, говорит, как это так? У меня тут вообще нет такой энергии, а почему здесь не соответствие такое? А потому, что вы выбираете программы дословные, принесенные, у вас восстанавливается энергетика, потенциал этот мощный, а ну, отсюда энергия выступает в тело через центры. Это уже внутренняя энергетика. Так вот, количество вот этой внешней энергии зависит от внешнего пластиста и программы, а количество внутренней энергии зависит только от нас с вами. Как говорят, все болезни, от нервов, то есть от наших мыслей, от наших эмоций и так далее. Как только мы начинаем испытывать эмоции, мы всю вот эту энергию, у нас может быть мощный потенциал, но мы ее все перекручиваем в минусе. Особенно, когда начинаем вспоминать прошлые события, то есть мы забираем энергию в будущих событиях. Вот нужно научиться, скажем так, не зависать в каких-то ситуациях, легко отпускать, думать позитивно, мыслить позитивно, испытывать позитивные эмоции, скажем так, не эмоциями, а чувствами учиться. И вот в этом как раз нам помогает устройство. Потому что на самом деле человеку это уйти от эмоций очень сложно. Почему? Потому что это передалось родителям, это как стереотипы поведения, да, все уже победические вот эти стереотипы от родителей. Как, например, мама у кого-то реагировала на пьяную папу, да, или на что-то там. Так и дочка у него ведет себя таким же образом. Поэтому вот эти когда стереотипы закруппы скрепляются в поле человека, это становится уже как инстинктами. Вот именно как инстинкты, а человек уже управлять не может, сдерживать эмоции бесполезно, не может. Поэтому с помощью устройств мы можем как бы вот и внутреннюю свою среду тоже выравливать. И психику в том числе. Вот. Поэтому вот такие комплексы у вас есть, можно просматривать и на лотоси внутреннюю энергетику. Тем более на лотоси, кстати говоря, можно еще увидеть, что это динамику, допустим, какого-либо лечения, каких-то препаратов. Подходит, не подходит препарат, в том числе добавки какие-то, то есть методы лечения. Может кто-то ходит, ну, как мы говорим, может кто-то ходит, кому-то на его уровне сознания, может только в церковь надо сходить, помолиться просто, да. Может быть, кто-то к целителям еще ходит, ну, привычка есть в людей, либо они вот в зависимость попали и ходят. То есть, если уж идете, тогда мы говорим, не смотрите, как это сказывается на вашем адресе. Потому что могут вроде помочь, море сняли, да, левче стало. А что происходит с матрицей, вы не видите. И, к сожалению, очень часто бывает так, что после таких сеансов у человека еще больше поле лекарный лекарный лекарный. Ну, это уже обидная тема, поэтому, если есть какие-то... Да, вот... Субтитры создавал DimaTorzok